Это не соберёт просмотры, но ты кайфанёшь. При нём бы ещё не стругануть разок. Мы познакомимся при очень странных событиях. Нож есть? У меня такое чувство, что мне в ванну своткнули кинжал. Это такой guilty pleasure. И сру я ей в рот. Не могу прерывать метра. Ой, а почему нет женской спермы? Я тебе всё потом объясню. А вы все попадали в ситуацию, когда вы вот слушаете в данный момент подкаст, но вам надо заправиться, но прослушанием вы останавливать не хотите. У меня для вас и есть один способ. Тинькофф Топливо – удобный сервис в разделе «Город» в приложении Тинькофф Банка. В топливо можно заправляться, не выходя из машины, и получать за заправку кэшбэк. Поговорим о преимуществах. Тебе не нужно выходить из машины, чтобы заправиться. Стоять в очередях, искать карту какую-нибудь. Просто сидишь в тачке, а бензин уже у тебя там наполняется, и ты уже готов дальше ехать. Не нужно искать карту, вводить её данные. Вам она совсем не понадобится. Есть функция сравнения цен на заправку. Помимо этого, вы получаете 10% кэшбэка на свою карту за первую заправку, а далее 2%. Помимо всего этого, есть акции спецпредложения. Поэтому, если хотите заправляться, не выходя из автомобиля, пользуйтесь Тинькофф Топлива. Ссылочка в описании. Держи. Да. Что она тебе напоминает? Боль. А ты именно вот прям специально этот цвет подобрал, да? Потому что мне изначально такого же цвета было. Нет. На самом деле, я обленился. Я под тебя хотел взять Тойоту Камри. Таксишную. Надо было брать А2. Ну, что ты, блядь. Не, А2, блядь. Ну, типа, это очень изъезженная история. Все знают, что А2. Все знают, что Стас. Я же тебе угрожал, что однажды, если ты будешь много выебываться, я тебе её куплю. Так вы же, блядь, чуть мне не подарили её. Мы её чуть не подарили, да. Чуть не подарили. Да, да. Она причём имела просто табу заезжание сюда на сервис. Она стояла перед прагматом и говорила... Она бы тут жила, чувак. Не-е-е. Я бы тебе вернул эту монету, правда? Тебе это кажется. Я бы приезжал ещё такой, типа, блядь, давайте мы ещё поменяем все ремни, допустим, приводные. Да, мы её туда за территорию бы выкатили, и здесь было бы место паломничества Стаса. Тебе бы всякие молдинги приносили от А2, знаешь, там, типа... Благо, их немного, поэтому, типа, паломничество не получилось. Да, в целом, хорошо. Очень хотел плохую шутку, пошутить не буду. Давай. Алексей Николаевич. Если это на подрез, и есть, вот, знаете, есть вот... На подрез? На подрез эту шутку, типа, она максимально... Так, и грейский священник обычно. Бля, ты прикинь, я сейчас либерального общества просто сажат. Мы здесь не надо, Борис, иди в сон! Лёха, они тебе в Грузии пизды не дадут. Ну да, слава богу. Да, чё, как пизды? Максим что-нибудь в жопу засунут. У них только такая история сейчас. Себе. Вы заметили, кстати, как вот резко люди уехали в Грузию, и из новости то, что у кого-то что-то в Анусе застряло, резко переместилось в Грузию. Вы, блядь... Вы где эти новости читаете? Это чё, не... Я... Нет, я... Ну, ты почитаешь... Я не сижу на анус.ру. Это не анус.ру. Это дискорд называется, это дискорд, пацаны, на дискорде. Тем более, блядь. Дискорд... А он ещё есть? Дискорд, он, то есть, цветёт и пахнет. Мы туда добавили функцию добавлять файлы по 20 мегабайт, а не по 8. Там сейчас дискорд-лобби всё в шоке, все радостные. Я дискорд использую только одним методом, когда мы там типа с чуваками садимся и гадим рейсинг, ты просто созваниваешься и всё. Да, я так же. Я так же. Типа там есть что-то ещё? Не, ну есть там тематические паблики. Паблики? Ну, как вот каналы. Как вот телеграм-канал есть, а есть дискорд-канал. Ты в седьмой Б заходишь и говоришь, у меня, блядь, на дискорде 300 подписчиков. Нет, ты заходишь в седьмой Б и называешься мамкой. У тебя все ебут. Я. Нет, ну если ты назвался как-то... Назвался Груздем, полезай в кузов. Нет, я сегодня что-то просто на агрессивном с моими событиями. Я сейчас начинаю пиздиться просто всем. Подкаст как три часа пацаны пиздятся, как в рестлинге. Блядь, да мы тощие все, мы выдохнемся через две минуты. Чисто на два удара по ебалу. Короче, что я хотел-то разогнать, кстати. Ты же товарищ предприниматель, ты товарищ предприниматель. И все мы предпринимаем, что-то предпринимаем, предпринимаем, да не предпримем. Так. И то, что ты разгонял раньше на тему того, что ты знаешь, что ты будешь делать в августе. Мне вот батя, например, звонит периодически и говорит, как у тебя дела? И я нахуй не знаю, как у меня дела, но я теперь понимаю, что я буду делать до июня. То есть не прям по дням, не настолько плотный, но я реально понимаю, что я буду делать до июня. Я знаю, что у меня в середине мая, по-моему, есть дырки, но я вроде в Питер еду и так далее. У тебя есть такое ощущение, нет? Типа вот, когда тебе кто-то звонит, там типа, как у тебя дела? Ты такой... Ты по плану. Ну, типа, у тебя изначально намеченный план, и все по плану, и все идет, и так далее. И возвращаясь к тому, что, типа, у меня свидания тоже в том числе по графику стоят. Типа, смотри, когда у тебя есть, ну, типа, план нужен для чего, подробный, дневной, для того, чтобы эффективно расходовать время. Когда твое время становится ценным ресурсом, важным, когда твое время не зависит большое количество людей, там, типа, производственные мощности и вся хуйня, тебе нужно его, ну, более эффективно расходовать. Поэтому, естественно, ты там себе набиваешь каких-то дел, набиваешь там чего-то еще. И так бывает, что иногда ты просто забываешь выделить время для себя в целом. Для личной жизни, для каких-то своих хобби, увлечений и прочее-прочее. У тебя есть задача, и ты такой, и хуячишь. Ну, да. Типа, вот у меня есть там, типа, там, 12 часов эффективной работы в течение дня, в моем случае. Я могу... И два часа на свидание. Это в лучшем случае. Мне просто было интересно, сколько по времени эквивалент свидания. Есть шутка. То есть, если ты хочешь оптимизировать свое время, три минуты передернул и в путь дальше хуярить. Да и так не работает, ну, ебать, ты же знаешь. Ну, да, пару раз срабатывает холостой, а потом уже женщину надо. Короче, нет, да, в том числе, типа, нужно постоянно все планировать, да. Блин, ну, шесть. И я вот сейчас вот, типа... А погоди, а в этот план, вот я вот до свидания все-таки доебусь. Вот секс в этот план входит, у тебя есть план секса? Ну, то есть, ты свидание, и там вот подпункта нет, да, там, потрахаться. Смотри, свидание, это, типа, не только с девушкой, просто, ну, типа... А, свидание общее, типа, время на встречу с кем-то, типа. Блин, а я думал, свидание с девушкой, типа, я до этого и решил... Ну, смотри, у меня обычно получается так, что в течение месяца у меня есть условно, там, типа, 10 вечеров, когда я могу, там, 2-3 часа с кем-то посидеть, просто посидеть и попиздеть в течение месяца. Так, давай сейчас... А, ну... И, соответственно, тебе нужно, ну, как бы, во-первых, выбрать этих людей, условно, на кого ты хочешь подпадать время, на кого ты не хочешь подпадать время. Он меня выбирал, да. Я подозреваю, что выбираю между мной и тёлкой, он выбрал тёлку. Наоборот, блядь. Да? Я вот тебя выбрал, да. Нет, ну, я тогда приходил, там уже следующая была на очереди, такой, ну, ты давай, иди, я там сейчас с этой посижу. Я такой, блядь, меня происпользовали, мы про бизнес говорили. Женя сидит дома под душем и такой, я грязная шлюха, я грязная шлюха. Всё не так было, если что. Обнимаю. Врёт вам в наглую в микрофон этот. Я грязная шлюха. Так, блядь, я что-то у меня теперь эта картинка выглаждаю, он ещё огромный такой. Я представил, как он сидит, плачет. Это ещё в кальяной было, и он такой, типа, кальяном, типа, я, блядь, шлюха и сосу. У меня была проблема, я когда переехал, помнишь, в свой тикток хаос? Какой-то период жизни я жил, я называл это тикток хаосом. Дети начали появляться какие-то? Нет, это Женя просто снял дом, услышал одно слово, и такой, типа, тикток хаос. Нет, он на туре был похож на тикток хаоса, но там бабка за... Там периодически кто-то дрыгался в этом доме просто. Да, попугай у бабки, у соседней. Я в какой-то момент просыпаюсь от звука, такой... Я такой думаю, блядь, это не кошка, это не собака, это, блядь, что нахуй? Птеродактили, блядь, что это? Какие динозавры здесь живут? И потом я в этом доме была женщина, которая следила за порядком. Ну, она же клинингом занималась, типа. Я говорю, Марина, это что такое? Говорит, да это у соседки попугай. Я такой, нихуя себе попугай. И когда приезжали к ней внуки, начинали его драконить, там просто какая-то садомия происходила. Но проблема этого дома была в том, что когда я заходил в душ, он был реально какой-то маленький, он для хоббитов был сделан, я там реально себя чувствовал машиной, потому что я не мог, вот расправив плечи, как мужчина... Клант расплавив плечи. Я вот так вот складывался, вставал в этот душ такой, думаю, ну, в целом, как бы, блядь, вот я сейчас повернусь, замыл, он такой хуяк, знаешь, эти полочки всякие навешанные в душе, как обычно. Я вот эту всю хуйню сметал, в какой-то момент я забил хуй, у меня просто все валялось на земле, потому что, блядь, бессмысленно это было обратно поднимать. Тебе надо было прибить мочалки к стенке. И просто ты заходишь, как на мойке, знаешь, блядь, заходишь вот так вот, блядь, повернулся несколько раз и выходит. Кстати, раз вопрос про душ появился... Опять же, экономия времени. Я бы в этом душе точно не смог присесть, плача, обнимая коленки. А вы вот что любите больше, душ или ванну? Душ. Ванной в рот пошла надо. Ты не любишь, да, вот так лечь, там, часа два просто полежать? Ну да, у тебя нет времени. Я ложусь и лежу три минуты, и такой, типа, и хули я тут разлегся? А ты просто... Я знаешь, как делаю? Я обожаю это делать, когда вот у меня есть какие-то вопросы, которые надо обдумать, серьёзные, не только там. Ой, а почему нет женской спермы? Вот что-то такого, знаешь? Какого-нибудь такого вопроса. Не, когда серьёзные вопросы, я просто... Всё, ты мой человека потеряли в лесу, не по взгляду. Я только недавно читал про Зачку Джи, изучал, что это такое. Женская сперма — это гениально. Я не гей, но члены нравятся. Ну вот это вся история. Так вот, блядь. Лёха, давай потом признаешься. Так вот, я вот люблю лечь в ванну, и то есть не набирать её водой, просто включить проточную воду, и чтобы она текла, и с этой текущей водой не идут новые мысли, они обновляются, когда они застаиваются. А как же дети в Африке, которые, блядь, страдают? Блядь, переезжайте в Россию, лучшая страна для жизни! Можно, блядь, воду открыть и поебать вообще, что там будет! Аргументы, блядь, железобетонные. У тебя холодно зимой, переезжай в Россию, да? Тут ещё холоднее. Так, а был же такой ролик пропагандистский, типа, по европейским средствам массовой информации, так или иначе крутился, что, типа, бля, у нас дома плюс 25, нахуй. Чувак берёт форточку, открывает просто, чтобы стало похолоднее. Ты видел, на ютубе, короче, вот, наверное, месяца три назад появилось очень большое количество видосов, как всякие австралийцы, европейцы, американцы ходят по разным городам России. А, и в ахуе в магазинах. Типа, ебать, как Россия живёт под санкциями, типа, там, ну, там, год прошёл, и вот чё-то у них там происходит. Роликов реально миллион, блядь. Их вот расчехлили в какой-то момент, так большое количество, они собирают миллионы просмотров, там, типа, дофига комментариев, и видно, что это пишут реальные люди, ну, в смысле, англоязычные, типа, европейцы, либо американцы, там, кто угодно. А я сижу на это смотрю и такой, типа, блядь, если это кто-то придумал из наших, если это наша пропаганда, ты гений, блядь. Да, это гениальное дерьмо. Я тебя просто обожаю. Он реально там уже заходит. Если вдруг этот человек, который имеет к этому отношение, смотрит, бля, моё тебе почтение. Такой тонкий пиар. А прикиньте, если это магазинное лобби придумал, они же всегда в разных магазинах заходят. Кто-то в пятёрочку, кто-то в Ашан. А это просто, прикиньте, вот эти все магазинчики сели такие, так... Не, магазинчики, типа, так не сработают, потому что для того, чтобы тебе все магазинчики сговорились, нужно очень большое количество людей собрать вместе, типа, договориться, кашлять, там, у тебя куча согласований будет. Нет. Всё, был музыкант. Будь проклятая, это проклятое, проклятое собрание! Это должен быть только какой-то, вот, ну, один мозг, один человек, который что-то одно придумал и такой... Я тут, кстати, недавно прочитал книгу, которую ты советовал, «Фил Найт, продавец обуви». Так. И я такой думаю, ну, ты когда читаешь похожие его рода книги, сейчас тебя что-то взбодрит, воодушевит, и начнёшь что-то делать. Да. И я её читаю, 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 читаю. Ну, и как бы я понимаю, что у чувака просто была проблема, он решал проблему, была проблема, он решал проблему. Ну, и таких проблем у него прям целый вагон. Сначала вот там Тайгер пидорнул, как бы такие сказали, типа, нет, ну, ты читал, короче, спойлерить не буду. И я такой эту книгу закрываю, ну, всё, она закончилась, как бы. Я такой, блядь, типа, обычно, когда я читаю книги, ну, у меня в заметках есть та или иная книга, я там какие-то себе вещи инсайдерские пишу. Это может быть какая-то короткая фраза, которая, ну, прям на мне очень хорошо играет. Да. И я такой, типа, и нихуя не происходит. Потом я хожу два дня, думаю, по поводу этой книги. Ну, я уже другую начал читать, но по поводу этой хожу, думаю, 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 такой, блядь, так, типа, чувак стал номером один, насколько я понимаю. Nike до этих пор номер один по продаже обуви в мире, да. И всё, что он делал, у него был какой-то пиздец, он его просто решал. Да. И это вот просто ты, когда я читал, ну, я закончил такой, ну, волшебной таблетки не было, но в целом всё понятно. Да. То есть, ну, любой вот этот успех... Просто решал проблему, чел. Ты берёшь и решаешь, берёшь и решаешь. У меня есть такой знакомый, да. Решал. Нет, нет, они начали писать, они уже выпустили, точнее, видеоигру, там, на мобилках, симулятор метро. Типа, я видел, как он... Что? Симулятор метро. Они причём там... Симуляторы сейчас пиздецкая. Они очень сильно заморочились, типа, у них там... Это прям симулятор, это суперреалистичная история про метро. Подожди, то есть ты управляешь или ты просто едешь метро? Нет, ты управляешь метро. А, я подумал, пассажир, типа, да-да-да-да. Типа, миссия, блядь, нахуй, белорусская, тирал Туфьева, и ты... Типа того, да. Они там мне показывали всякие бетки, как они там, блядь, я в VR-е первый раз у них посидел, побыл водителем метро. Типа, я такой, ты уверен, что это зайдёт история? Он говорит, типа, ну, прям очень популярная штука, но это есть спрос, как бы, и я такой, ты точно уверен? Он просто уперся рогом, говорит, нет, я уверен. Я помню, как он там что-то заморачивался, пытался понять, как это делается, как это так, как они, блядь, физику вагонов, как я понял, даже проделали, и мне это чем-то напомнила история Филанайта, то есть вот ему все говорят, ты как бы, блядь, ну, не суперздоровый чувак? Он говорит, нет, блядь, это будет работать. И у него, ну, вагон проблем была, нехватка бюджета, что-то ещё. То есть начиналось на свои деньги, потом на что-то ещё, какие-то истории были, потом что-то ещё. Он как-то из этого выкручивался, и вот сейчас игра выпустилась, и такой, неплохо. Типа, ну, интересно, если уже даже, ну, скачивание есть, она ему какие-то деньги приносит. А какой план по скачиванию? Как они, какой у них объём? Типа, они хороший запуск, маленький запуск? Запуск тоже был не без проблем, как он объяснял, что, типа, вот мы выложились, и вот на айтишном языке 1.0.0.0.1, я там уже поплыл. Короче, типа, на Apple всё запустилось нормально, а на Android как-то не очень нормально. Они выкатили патч, потом всё стало нормально. То есть, типа, старт даже на Android они немножко якобы пролюбили. Но потом всё поправили, говорят, сейчас уже, ну, довольно ровное скачивание. Ну, в смысле, типа... Это же есть такое понятие патч первого дня. Как бы ты ни делал игру, ты всегда знаешь, что в первый день у кого-то с ней произойдёт какой-то пиздец. А этих кого-то может быть очень много. То есть, если даже процентное соотношение, так что... А, кстати, пользуясь случаем, почему я не могу прорекламировать игру товарища, я на неё ссылку в описании оставлю и всё, потому что, ну, при мне чувак и занимался 6 лет. Хи боже. По-моему, 6 лет они делали. У меня скорее вопрос был про то, что у них, типа, совпали ожидания с объективным уровнем продаж или нет. Сначала был провал, сейчас уже выравнивается. То есть, ну, сначала из-за того, что там на Android что-то пошло не так, игра... Так оно выравнивается, оно, типа, валяется, ну, там, на 10% от ожиданий. Что-то у нас, там, условно, игра был, план, типа, 100 тысяч скачиваний у нас. Нет, нет, оно, оно вот уже возвращается к позитивным ожиданиям. Ну, блин, с кайфом. Да. Просто у меня всегда вопрос, вот, типа, ну, есть, условно, знаешь, такая, есть два правила. Если ты, вот, хочешь что-то делать, то и чего-то, там, добиваться, каких-то вершин, там, в карьере, там, не суть важна вообще. У тебя, по сути, есть две вещи. Первое, ты должен, ну, типа, просто работать, вот просто, блядь, работать. Ну, да. Да, типа, второе, если у тебя происходит плата, кризис, прочее, прочее, типа, не нужно сразу же бежать, все бросать, все ломать, переделать. Нужно просто дальше, блядь, продолжать работать. Ну, потому что, типа, волнообразная вот такая история, она нормальная. Но у меня всегда был вопрос, что, типа, ну, да, можно это принять как план к действию и постоянно вот копать в любую сторону, какой бы ты, типа, не выбрал. И у всех, там, великих предпринимателей, у всех, там, чуваков, которые, там, пишут свои книги, у которых большие компании построили, у них у всех есть история, что они такие, вот, все были против нас, все нам говорили, что это ни в коем случае, это не сработает, полный пиздец, все такое. Ну, вот, мы не сдавались, вот, мы пришли, и вот у нас все получилось. Но проблема в том, что не у всех, во-первых, получается. Во-вторых, ну, типа, есть заведомо гиблые вещи, ну, прям, ну, заведомо гиблые. И вот все-таки вопрос, в какой момент надо все-таки остановиться, развернуться и пойти в другую сторону? Давай по новой, Миша, все хуйня. Я вот на этой хуйней думаю года два, наверное. Единственное, до чего я дохожу, до чего-то твердого, что нужно следовать за интересом. Если тебе в чем-то интересно очень сильно, то тогда ты туда идешь, ну, копаешь, работаешь и прочего, и не обращаешь внимания. Самое главное, что ты, там, мало того, что ты, там, типа, растешь профессионально, плюс ты удовлетворяешь свои эндорфины, какие-то, там, субпотребления. Согласен. В том, что, типа, ты делаешь какую-то интересную штуку. А если ты уже понимаешь, что ты делаешь что-то неинтересное тебе, оно не идет, оно уже, там, тебе нужно пробивать стены, ну, надо просто разворачиваться и делать что-то другое. Ну, вот, примерно так же с этим каналом и произошло. В какой-то момент мы снимали, я даже помню, наверное, последняя машина, которая снята на этом канале, это B7 Alltrack на стейдже третьем, на котором пробег под 200, и с ним все хорошо, все отлично. Это тачка Лехи из Синдиката. И я его снимаю, я такой, блядь, все, больше не могу, не хочу, нет причины, блядь, больше этим заниматься. Ну, мне кажется, ты себя сжег тем, что ты у себя, ты почему-то себе придумал загон в виде Volkswagen, ну, в смысле, ворота, что ты снимать нужно только... Так оно же не так работает, ты же можешь совершенно спокойно, типа, рассказывать про BMW и продвигать свой сервис по V-группе. Я попробовал, я попробовал другие машины, но вот эта история, что я должен встать у машины, рассказать, я покатался, ну, у меня была детская мечта покататься. Типа, я как-то недавно сидел, думал, что у меня было несколько, типа, я хотел стать предпринимателем детская мечта, я хотел кататься на пиздатых тачках, я хотел быть популярным. Не знаю, зачем, я думаю, любой там школьник, тинейджер мечтает. Только любой уважаемый казах хочет, блядь. Любой уважаемый казах хочет быть уважаемым. Или как у них там... Нету интереса доказать. Как мэра называют в Казахстане? Пахан. Акимом. Аким. Любой уважаемый казах хочет быть Акимом на Lexus CLX 570. А почему Аким? Так мэра называют. Тебе достаточно пересечь границу с Казахстаном, подойти к первому встречному, сказать, здорово, заебало, почему Аким тебе? Все, блядь, быстро распишут. Сразу ебальненько просто. Ебальненько распишут просто тут же. Да, я так и понял. И я такой думал, чем я хочу заниматься. Типа, ну, чё, чё, чё. Хочется просто сесть попиздеть. Поэтому подкаст, и я думаю, что мы уже можем, наверное, официально объявлять, что Леха у нас соведущий. Вот это поворот! Да. На третий-то выпуск, блядь, внезапно. Это уже пишем мы какой-то выпуск, мы уже не помним. Это уже пятый. Это уже пятый, да? В моей вселенной в текущее время вышло только два. Да. А так же это пятый, да, выпуск. Пятый выпуск. И я думаю, что, ну, пока нам по кайфу, мы этим будем заниматься. Как только это начнет уже быть в тягость, я такой, окей, я примерно понял, как работает жизнь. Ты можешь давать какие-то результаты там, где тебе по кайфу. Сервисы мне до этих пор по кайфу. То есть я прям, я прихожу на работу, я кайфую, мне нравятся вот эти заморочки. У нас там, блядь, у нас вчера было 13 число. Сегодня 14 апреля, у нас было вчера 13 число. Так. У нас что только не произошло. Блядь, ты будешь думать, у меня первый раз в жизни такая хуйня была. У нас остается клиентский Passat CC. Эти видео даже покажу. Так. А, ты мне скинул. Да, мы, возможно, вставим в ролик. Пацаны, Passat CC, ты пока не поставишь коробку в паркинг, ты не можешь вытащить ключ. Соответственно, ну, в какой-то момент пацаны идут-идут, слышат, тадах, смотрят, CC-шка в фуру въехала. Вот такие, блядь, типа, чё за нахуй. А мы с Ваней до этого разбираем, там была одна рекламация, был еще операционный геморрой там. То есть мы вот это разбираем, я такой, смотрю, стоит CC, стоит куча сотрудников. Я понимаю, что-то случилось. Так. Я подхожу, я говорю, как так, блядь? Говорит, мы знать не знаем. Мастер-приемщик звонит клиенту, он говорит, да, ну да, у меня такая история была, она откатывалась. Меня на дилере ее решили, но там же штифт этот, который держит коробку. Да. А наклон был очень маленький, то есть он прям абсолютно менятирный. А-а-а. Да, и мы такие, блядь, чё делать? Ну, мы клиенту позвонили, он говорит, да-да-да, сейчас приеду, как бы клиент понимает, что, ну, вина не наша. Мы поставили ее на парковку, то есть типа... Поэтому пользуйтесь, блядь, нахуй, ручником, сука. А здесь я могу поспорить, потому что, когда зимой, например, ставишь на ручник, у многих он примерзает электроручник, и начинается качели, начинается геморрой, поэтому... Ну, сейчас-то не зима. Ну, сейчас-то не зима, да. Нива. И вот мы... Передачу воткнул, это как этот чувак в парке, который... Вот, Нива! Типа, вообще, лучший автомобиль. Только там хуй. Обожаю Ниву. Не хочешь себе Ниву, кстати, как? У тебя же нет машины, да, сейчас? Нет машины. Не хочешь себе Ниву? Ну как, у меня есть мой, типа, рататапола. Не, ну, она каждый день. GTI. Ты видел там, как ему морду собрали? Ногами? Нет. Ногами. То, что у нее теперь полу-GTI. А, у тебя полу-GTI? Вот, кстати, как раз к тому вопросу, к которому я хотел перейти. Ты вообще себе... Какой автомобиль хочешь-то по итогу? Или ты все забил, и ты теперь на таксистских движениях? Ебать ты, ферзь. Можно я посмотреть? Я, наверное, ничего не пойму, но просто... Просто поступок не мальчика, а мужчина. Ты смотри, какая боковина. Рататата! А что, он тонированный, что ли, у тебя? Я ебул. Когда на мне аквариум просто так выглядит, как будто он в тонере, я думаю, Станислав Александрович, как же так? Одной рукой создаем, другой рушим. Да, вот вчера, типа, весь день на нем катался. Уж планируешь сделать? Я уже одни сделал, во-первых. Одни были, да. Я вот поэтому... На нем не планирую. Ну, на самом деле, очень хочется машину. Купить что-нибудь. Вот мне интересно, а вот что вот тебе хочется? Ты как бы вот, да, вот человек, который... Давай ему накидаем идею чего-нибудь. Не, у меня есть конкретные машины, которые хочется купить. Мультипла? Ну, прежде чем, типа, разгонять про машину, вот смотри. Нахуя мне ее покупать? С учетом того, что, вот смотри, у меня жизнь выглядит очень простым образом, на самом деле. Она выглядит таким образом, что у меня вот есть, ну, типа, квартира в центре. Так, я живу там. Типа, я купил, я снимаю. Я тоже живу в центре Рязани. И, типа, мне до офиса 15 минут на машине. Ну, в смысле, на такси. И всегда день выглядит следующим образом. Я просыпаюсь, пиздую в кафешку, в одну и ту же, где я обычно... Кедр рядом с домом. Да, да. О, блин, я там был, мне кажется. Нет, он уже переехал там. Там паломник, одно из мест паломничества. А, ты уже в другом месте живешь? Да, я именно с того, что меня... Я просто вспомню, где ты раньше живешь. Меня в какой-то момент вот что-то как-то аудитория пронюхала, где я живу конкретно. И у меня там... Странно как. И да, и началось... Ну, я просто думал, что, блядь, ну, взрослая аудитория, ну, не будет точно страдать такой хернёй. Блэк-молоко вбиваешь, и Стас там целыми днями сидит. Ты просто подходишь к блэк-молоку, и он сидит вот так вот в ноутбуке. Да, и там вот, ну, и там реально... Да, реально, прям на роду ходило, и прям меня дёргало постоянно. Погоди, а как это происходит? Вот, как ты сказал, у тебя взрослая аудитория, да? И я такие, о, это вы? Или как вот, как вот первый... Ну, ты сидишь в ноуте просто, у тебя, если это взрослый человек, у тебя просовывается вот так рука, типа, что... Здорово. Здорово, да, блядь, смотрю, уважаю и так далее. Я потом, а вот мой там это, я вот вопрос, и всё, и полчаса нахуй. Блин. Либо это прям, ну, типа, сталкеры, которые там, типа, 20-летние ребята, которые прям вот, ну, типа... Либо за фоткой хантятся, либо, там, ну, просто последить, посмотреть как-то там что-то куда-то. Это просто напрягает, это типа... Ну, это понятно. Это не то, что я такой, типа, блядь, челядь пришла, типа, а нет, а просто... Блядь, ребята, отстаньте! Чисто от... Отъебитесь, пожалуйста! Я просто сижу в своей кофейне, печатаю новую документалку. Мне, пожалуйста, ещё один лад-то на миндальном. Так вот, так вот, блядь, в этом-то и проблема, что, типа, у меня расписанный день, у меня есть чёткие тайминги, заложенные под каждую задачу, если у меня... 30 минут лишний. А вот хуяк 30 минут, и, типа, у тебя начинает плыть весь день, типа, и ты от этого сидишь бы, горишь жопой. Не потому, что, типа, человек подошёл, типа, я всегда уделяю время, я всегда, типа, фоткаюсь, я всегда, там, стою, отвечаю на вопросы и так далее, но, как бы, происходит такая хуя. Не суть важна. И я в том числе поэтому, типа, уехал в новое место. Сейчас я не палю, где я живу. Ну, центр довольно большой, типа, там, как бы, я не выкладываю сторисов с кафешкой. Рядом. Да, рядом, типа, прочее-прочее. И вот я прихожу, сажусь в кафешку, там что-то сижу, работаю, сценарий пишу, там, делаю какие-то заметки, потом я еду в офис, там сижу до ночи, и потом я возвращаюсь, тем же самым маршрутом. Тоже, да, до ночи в офисе сидишь? Ну, обычно, типа, да-да-да. Либо я могу весь день совершенно спокойно провести в кафешке, либо где-то рядом, просто, типа, работая за ноутбуком, потому что мне не всегда обязательно сидеть в офисе. Если это съемочный день, то я, как бы, из дома я еду на локацию, где происходит съемка, либо документалки, либо обзоры, либо чего-то еще. Потом снова еду в офис, потому что новости нужно еще туда доснять. Типа, и возвращаешь так же. И мне вот в этом треугольнике, в двух треугольниках, которые, типа, между домом, работой и кафешкой, и дом и съемочной площадкой, мне машина нахуй не нужна. Именно потому, что пока я еду в такси, я закрываю те же самые задачи, которые у меня расписаны в графике, под которые заложены 15-20 минут. Это первое. Так, а второе? Второе. Очевидно, что машину, ну, типа, если какую-то покупать, то, ну, блядь, ну, не его нахуй. Да не-не, но это понятно. Нет, хочется либо купить 911-й, либо купить ренджак актуальный, либо и то, и то, и другое. Не бери актуальный, посмотри ролик Академика. Рендж Ровер, серьезно? Катый новый самый, да? Да, пятый, пятый. Не надо, возьми предыдущий рестовый. Ну, либо предыдущий рестовый, не суть важна. Это, ну, типа, что-то, что другое, условно, там, 20 плюс, типа, и плюс парковка, плюс вся хуйня, то есть ты берешь, ну, типа, 20 миллионов рублей, которые ты можешь каким-то образом потратить. Типа, либо купить в бизнес, типа, либо купить квартиру. Не в Москве. Не в Москве, да. Ну, ладно, ладно, вы шусь. Нет. Ну, нет, ну, нет, ну, нет, за 20 миллионов ты квартиру какую-то купишь. What? Ну, какую-то. Ну, мне кажется, даже в пределах КАДа нет. Да, ну, она будет какая-то, это будет какая-то бабушкина, там, типа. А, ну, еще ремонт, да, согласен. Типа, это, ну, да, другое, то есть, типа, похуй. Ты можешь что-то с этими деньгами сделать. В случае с машиной ты просто ставишь эти деньги на парковку, и они теряются. Ну, да. Потому что амортизирует машина, потому что машина – это расход, типа, ее нужно обслуживать, содержать, машина – место, вся хуйня. И, как бы, я вот такой сижу и думаю, а вот стоит ли моё вот это вот, моя вот эта хотелка, когда у меня появляется два свободных вечера каким-то летом, и я хочу такой весь по центру на кабриолете ехать такой, типа, ебать, я вот, ну, как бы, молодец. Вот стоит ли два эти вечера в году 20 миллионов рублей, которые просто стоят и теряют сами себя на парковке? Мне кажется, стоит. И большого геморроя по поводу того, что нужно еще обслуживание, нужны страховки, нужны резины, нужно хранение, типа, туда-сюда. Вот смотри, вот смотри, я тебе прям накидываю, вот ты, Стас, да, вышел из своей квартиры, садишься в машину, включаешь себе Ковинский Nightfall. Я не сажусь в машину. Ну, я тебе просто накидываю, если бы она была... Я сажусь на ебучий стул кафешке, потому что там сценарий, потому что там... Нет, смотри, мы во вселенной, в Стасляндии представим, да? Вот такая планета есть, где есть свободное время, вот это... Так, ну, так это другая планета, типа. Ну, Стасляндия, она есть. Хорошо, давай, Стасляндия, да. Она не Стаса Софьев, хо-хо, документ. А вот в Стасляндии, да, вот у тебя есть свободное время, и я к чему вел? У тебя никогда не возникает чувства, реально, вот хочешь сесть в машину, включить Ковинский Nightfall, и реально, как Райан Гослинг, просто прохватить, проехать. Конечно. Блин, ну вот знаешь, вот мне кажется, ради такого... Я так в Беларусь в прошлом году уехал. Все правильно. Но это может быть раз в год случается, и опять же, на самом деле... Ну, это же такой кайф, согласись. Прикол-то в чем? Я еще о чем подумал? Ты такой, типа, вот у тебя появилось вот это свербение в очке, когда ты вот хочешь, типа, куда-то сесть и съебаться в неизвестном направлении, да? С учетом того, что у меня есть компания по подбору автомобилей, я могу, учуяв это свербение в очке, что я хочу на какой-нибудь машине куда-нибудь поехать. А, у тебя же, блядь, я забыл, что у тебя есть доступ к... У тебя есть доступ к тачкам каким-нибудь? Нет, но я могу, типа, парням в прагмате вкинуть, типа, пацаны, быстро найдите мне что-нибудь там за 2-3 миллиона рублей, они найдут, я куплю, съезжу, вернусь, продам. Ну да. А, блин, ну... Если уж вдруг, типа, такое свербение... Потому что именно вот купить какую-то... Ну, если у тебя появляется вот это свербение в очке, что ты хочешь съездить в какую-нибудь таракань просто на машине посидеть, помолчать, то там в целом без разницы, на какой машине ехать. Ну да. Потому что сам прикол вообще во всей этой поездке. Либо ты просто идешь, арендуешь машину, и на арендованной машине... А ты, кстати, арендовал машину? Что? Арендовал машину вот для таких хотелось? Мы у нас... Мы постоянно арендуем машину, потому что у меня есть традиция на день рождения. Я там собираю какую-то группу своих друзей, и мы всегда уезжаем в какому-нибудь залупень. Вот, типа, в этом году поедем в Киргизию. И мы... У нас всегда формат поездки один и тот же. Мы на неделю... Киргизия не залупень, если что. Киргизия ахуительная страна. Нет, я фотки посмотрел. Просто погуглите. Это просто вау. Мне когда изначально сказали, что, типа, вот Киргизия классное место съездить, я такой... Бля, чё? Ну, как и любой другой нормальный человек, что для Киргизии... Киргизии там какие-то бабки лепёхи лепят, наверное, какие-то балькозы ходят, вся хуйня. Но ты начинаешь гуглить и такой... Ебать! Да. Потому что это просто, ну, типа, блядь, Швейцария. Чисто по виду. Ну вот. И мы приезжаем толпой. Типа, у нас две-три машины всегда. Мы на рациях. А, ну то есть у вас прям такой трип. И у нас вот, блин, хай. О чём говорят мужчины, только в реальной жизни. Как они, помнишь, в машине ехали в Питер, по-моему. Вот, и вот мы там едем, типа, пиздим. Ну вот, Женя ездил, типа, в экскурсию. Да, да. Казахстан посмотрел родной. Казахстан. Ну вот это ему не повезло, что вот, типа, в Казахстан мы ехали. Да, мне так нравится ещё. Говорят, пацаны, полетим куда-нибудь в Уззалупинск. Я говорю, загранник нужен? Они такие, нужен. Я говорю, бля, у меня закончился. Я за кучу денег делаю загранник, блядь, там. Экспресс, пиздец какой-то там. Везде, короче, там. Похожу, что-то быстро решаю. Такие, в Казахстан. Я говорю, там же по-российскому можно. Они такие, да. Я такой, блядь. Ну просто мы всегда это планируем, начинаем с Нового года. И ты в Новом году задавал тот вопрос, типа, надо ли загранник. А мы там ещё как бы не подозревали, что сейчас будут некие проблемы с перемещением. А, да, да, да. Нюансик вышел. Да, да, да. Но есть нюанс. Да. Да, и вот как бы у нас есть, у меня есть в жизни вот эти путешествия. Когда я с друзьями там за рулём куда-то пиздую. Есть просто путешествия. Есть просто путешествия, есть автоспорт. Что я периодически всё-таки на картинге, на кузовных автомобилях там катаюсь по треку. И мне в целом этого достаточно как автомобильные впечатления. Хочется ли иметь свою машину, чтобы ты выходил и такой, вот она стоит. Моя. Моя. Да, это типа хочется, конечно. Но объективно, вот у меня был Кайман. Именно вот такой машиной, что я прям выхожу. И мне прям, ну мне жутко от него пёрся. Он типа очень классный, замечательный. Заебись вообще. Но я просто понял, что он стоит на месте очень долго времени. И он мог бы ездить, он мог бы радовать какого-то человека точно так же, как меня в своё время. Но он просто стоит и типа в пыли. Ну да. И просто обидно за него же самого, так как я его очень сильно люблю. Это вот тот случай, когда типа если любишь, отпусти. Это вот именно Тайси. Слушай, с одной стороны да, потому что я сейчас вот задумался о продаже С8. Это машина, которая с самой, ну С8 я пять лет, наверное, катаюсь. То есть, на мой взгляд, до третьего. Ну конкретно это там сколько с тобой, два года, три года. Не-не-не-не, я посмотрел с девятнадцатого года. Ну уже, блядь, четыре года наше. Четыре года. Да, четыре года уже машина у меня. И самые длинные отношения автомобильные? Нет, у меня до этих пор есть моя первая машина, я её товарищу отдал. У меня фокус первый, я не помню. В 23 года, по-моему, купил 10 лет у меня машина. Так это не считается, ну в смысле, что он у тебя где-то существует. Нет, ну я на нём долгое время катался. Нет, ну раньше катался. На С8 ты катался постоянно, ну по мере возможностей. Бля, я на ней катался. Потому что... Оба, оба идут нахуй, во-первых. Это во-первых. Во-вторых, оба снова идут нахуй. Подожди. Я обожаю, когда Женя рассказывает. Тихо, блядь, тихо. С8 это лучшая машина на земле. Охуенная. Ты, блядь, слышал, как там машина? А что, ездишь, он такой, не, блядь, стоит. Нет, подожди. Проблема С8 возникла тогда, когда она начала стоять. Когда я переехал в Москву. То есть у меня в Питере машина... То есть через год с того, как она вышла с завода, да? Сука, блядь, дайте мне чем-нибудь переебать, а? У них такой, своеобразный этот такой у них. Искринка. У нас абьюзивные отношения, да. Это что-то на Ваговодском. А кто у вас газлайтер? Тихо, блядь, я про С8 говорю. Он, конечно, блядь. Газлайтер это кто выёбывается? Ну кто подкалывает. Подкалывает? Ну он, блядь, у него нет старой С8. Подкалывает, да, подкалывает. Значит, я газлайтер. Не пизды получаю я, всё я. Так, С8. Самая охуенная машина. Сейчас, извините, ещё раз перебью. Самые лучшие отношения у него с Олегом. С Олегом Курбатом, с операционным директором Курбата. Вот ты просто их двух ставишь, и всё. Это шоу, которое... Ты можешь его наблюдать часами просто, как они взаимодействуют между собой. Это просто пиздец. Смотри, мы друг друга хуесосим, но с уважением. Ты... Вы пидорас. Это уморительно смешно. Это просто... Я в Киргизии сяду, коллегу, в машину, блядь. Это, блядь. Садись. Это просто нужно снимать. Тебе нужно с ним подкаст записать, я считаю. Обязательно. Если Олег придёт на подкаст, это будет просто... Три часа два человека хуесосить друг друга. Это не заберёт просмотры. Но ты кайфанёшь. Потому что это всё будет ради тебя. Потому что ты просто умрёшь раза четыре за подкаст. Ты просто берёшь попкорн, какой-нибудь вкусный хавчик. Я просто молчу. Я отворачиваю микрофон. Короче, мы ещё когда ехали в Казахстан... Спасибо, что дал сказать папаша. Ну сейчас, я держу эту мысль, я тебе передам слово. Он где-то, блядь, проебал голос по дороге. Да. Он приезжает, он такой... Я там просто безумно. Я в натуре, я так на сиплом двигаться начал. Я просто приезжаю, и в первый же день, то есть я с утра просыпаюсь, и он что-то проскочит. А, вот это, вот это. Да-да-да, я чисто на сиплом двигаюсь. И мы понимаем, что, ну как бы, Женя же, он всегда, типа, заслом в карман не полезет, он, типа, его подъёбывать надо уметь в какой-то уровень, потому что он, если чё, отвечает в ответ. А тут он стоит и нихуя ответить не может. Точнее, я говорю. Он говорит, но от этого становится ещё смешнее. Но в своих глазах красавчик только я, потому что меня никто не... Машина рядом проезжает, шум резины, всё, ты меня не слышишь. Всё, что угодно. Я не знаю, воробей рядом чирикнул, всё, меня не слышно. Абсолютно. Возвращаемся к С-8. Так, так. Он не отпустит это, ты понял. Нет, не отпущу, блядь. Я должен высказаться, вы заебали. Так, давай, поехали. Я говорю от имени всех некроёбов страны. Да? Типа, смотри. Верни, отдайте нам лопаты. Мы хотим ебать трупы! Всегда можно расшевелить. Я слышал, что электрошоком оживляют заново. Так вот, С-8, когда она не катался каждый день, она вообще реально почти не ебала голову. Были какие-то мелочи, как на любом автомобиле. Машина работала. Машина работала. Я уехал в Москву. Машина простояла три месяца. Просто простояла в паркинге. И она начала ебать голову. Её сделали. Она приехала в Москву. Я на ней начал кататься каждый день. Она не ебала голову. У неё единственное, что произошло, это постель распредвалов начала течь. Но там, короче, чтобы переуплотнить постель распредвалов, ну, это прокладка клапанной крышки. Ты просто на С-8 ты заезжаешь на заправку. Это вот, ну, как, блядь, амывайку залить, блядь. Нет, амывайку ты сильно реже заливаешь. Бензин, типа, да. Ты водички попил? Попил. Машину заправь. Сел должен был кассер. Вот примерно так это происходит. Да, и заодно постель распредвалов. У меня на Кутузовском, на Газпроме, поскольку у меня корпоративная карта Газпрома. Да, они такие, женёк, здорово. Здорово. И, короче, сейчас она опять постояла, поскольку я копейку купил, на копейке куражился туда-сюда. Вот сейчас там делаем ТО с выниманием мотора. Мотор вынут, всё, всё разбит. Ну, обычное стандартное ТО. Обычное стандартное ТО, потому что, чтобы поменять прокладки клапанных крышек, нужно что? Уронить мотор, потому что V10. Пространство под капотом нихуя, вот. И это вот он так оправдывает С-8, что она заебись. Нет, смотри, зато когда я сажусь, я вот сел в свою машину, да, я вот выхожу на улицу, я понимаю, что... Я сижу в сервисе, смотри, вот, мотор висит на кране, блядь, а я сижу на кожаном, ебать, кресле. Ещё лето, плюс 40, и нет кондиционера. У тебя нож есть? Нож есть? Нож, дай нож. Мне кажется, сейчас под ножовщиной будет. Дай нож. Я им сейчас покажу, лда, 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 блядь. Вскрыли эту болячку. Ты садишься в свою, ну, ты просто выходишь такой, бля моя, заебись. У тебя кайман тоже, он был довольно эксклюзивный. За счёт цвета, за счёт внешнего вида. Ты выходишь, и прям реально кайфовый. И бывает такое настроение, что ты хочешь, ну, вот реально, как Лёха сказал, вечерочком проехаться, просто кайфануть. Блядь, ты не сделаешь это на комфорт-плюсе, на бизнесе не сделаешь, ни на каком такси ты не сделаешь. Это просто ты вот выехал такой, я хочу проветрить голову. В Москве единственная проблема – камеры. Очень большая. То есть ты иногда хочешь выехать весело, уехать куда-нибудь там, ну, где нет людей, и пизнуть немного. В Москве, чтобы туда уехать, такой, бля, вставать с утра, такой, да ну нахуй. Вот это меня в Москве реально напрягает, потому что в интере есть проблема. Ну, для этого у тебя существует трек. Да, трека тоже ехать надо. И вот нож. А всё, что угодится? Сгодится, давай. Я вам сейчас покажу, откуда, блядь, было нападение на Беларусь. Теперь будешь фильтроваться. Доставай картошку. Кроляненькая, можно я посмотрю? Да, глянь ртом. Опачки. А почему, блядь, вы не курите на камеру? Я очень хочу, Жень сказал, что не надо. А в чём проблема? Да я, блядь. Все же, блядь, понимают, что это такое. Я то курю, то не курю. Я вот в твоих керни пытаюсь всё время избавиться и, типа... А камера тут при чём? Да я не знаю. А тебе кажется, а 18+, не дают за это? Да похуй всем, я думаю. Я думаю, да, да. Блядь, если мне разрешат курить в кадре, вы понимаете, что я буду сидеть, курить и так радоваться жизни. Порадуйся пока. О, блядь. Вот, короче... Я наполню кадр, типа, объёмом. Туман же. Я считаю, что своя тачка, это всегда прикольно. То есть можно купить что-то, не обязательно прям дорогое, но что-то прикольное. То есть вот у меня была идея взять Fiat 124. А реально, а ты не хочешь, правда, что-то себе взять, прям вот вообще, типа, за лоу-баджет, но чтобы просто прохватывать? Ниву. Ну, нет. Ну, пойми, пойми. Нет, смотри, прохватывать я прохватываю на треке. Я по городу не езжу. Нет, я имею в виду прохват. Не в том плане, типа, не шишковать, не... Ну вот, оно, понимаешь, оно как бы... Оно, с одной стороны, вроде удовлетворяется, тем, что вот я там периодически в путешествиях езжу, там, ещё что-то. С другой стороны, нет. Потому что всё равно эта свербинка есть. Типа, что хочется какую-то свою машину, чтобы она вот была вот прям моя-моя, и всё, и больше ничья. Но объективно ты потом открываешь график, и такой, да ебать, да куда? Ну вот, 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 чтобы что. То есть он точно будет стоять в пыли. Бля, кайфовать-то когда? Кайф, 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 от души. Кайфовать хотел, кайфовать. Ну да. И смотри, это как раз ровно та хуйня, с которой мы начали изначально говорить с Лёхой, пока ты ещё говорил по телефону, что я вот сейчас дошёл уже до ручки, до какой-то. Когда хочешь кайфовать. Мне не то, что хочется кайфовать, я просто понимаю, что дальше так нахуй нельзя. Вот, типа, как я живу последние два года, так больше нахуй нельзя. Но ты очень хорошо выглядишь. Честно. Ну, внешне, типа, не сказалось на тебе вот эта нагруженность. Ты бы открой нахуй трёхлетний видос. Ну, блядь, откройте со мной трёхлетний видос. Я там как из ГЧМ. Нет, там прям видно, что типа... Я прям вот... Смотри, когда мы с тобой познакомились, это ещё было до пандемии. Да. И помнишь, ты мне показывала там, типа, наша совместная фотка до пандемии? А, ну, а нет. До пандемии твоя фотка отдельно, моя фотка отдельно. И потом у нас общая фотка, я такой на нас смотрю, такой, ебать. Им лет пять приехало просто за год. Да. А это была пандемия. Это было в целом лайтово. Да, 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 да. То есть как бы в этом году в целом... Ну, не в этом году, а за эти там три года последние случилось дохуя чего в целом. То есть вот нагрузка была ебанутая. Плюс ещё сам по себе график ебанутый. Короче, ты собрался кайфовать. Да я не знаю. То есть, не, я понимаю, что нужно что-то менять. А ты можешь себе... Подожди, вот у меня вот... Я пока нет какого-то решения такого, что... У меня вопрос просто... А ты можешь себе вот реально позволить вот просто... Вот как-то так подстроить свой график, чтобы ты не в отпуске где-то был, да, там не улетал куда-то, и ты же всё равно там работаешь, как я понимаю. Да. А вот чтобы ты вот вообще вот знаешь, вот типа, как я понял, прикол мужика, то что он кайфует, когда он нихуя не делает. Ты, то есть, просто садишься на стул такой? Я не так. Вы реально, вы не ловились на этом? Смотри, у меня бывает такое. Я понимаю, что он говорит. И ты просто такой... У меня это обычно там, типа я там могу в гитару посидеть, повтыкать. Я в плойку так могу. В плойку. Ну вот, а вот у меня... Просто по городу походить можно. Я вот по себе понял, не тратить время никуда. Я могу, вот мне очень нравится, что я вот сажусь, но это не... Я не могу назвать это медитацией, но я просто сажусь такой... Фух. И всё. Это называется режим просто существую. Да. И в нём есть кайф, и последний раз у меня это было, наверное, блядь, ну, года полтора, наверное, был такой день. Один, два. Слушай, ну вот я, например, отдыхаю, когда я занимаюсь другими делами. То есть я всё долгое время не мог понять, почему, когда я начал заниматься бизнесом, приезжая куда-нибудь отдыхать, там, я... Типичный морской отдых, грубо говоря. Ты, вода, блядь, твоя задача зайти в воду, намочиться, выйти, высохнуть. Обратно зашёл, и вот... Ну, пошёл, пожрал между этим. Я на третий день с ума сходить начинаю. Такой, блядь, надо чем-то заняться. И вот, например, я себе сейчас в график... У меня получается бокс, у меня получается отдельно картинг, и у меня отдельно скорочтение. То есть... И самое интересное, что ты хочешь на курс по скорочтению, ну, нифига себе. Да, охуеннейшая вещь. Эта вещь похожа на... Вот я ходил на курсы актёрского мастерства, и я думал, что я там приду, и такой, знаешь, типа... Йорик, я твой отец. Вот, да? А оказалось, эта история вообще про другое, и она оказалась просто в тысячи раз пизжи, потому что, оказывается... Актёрка — это ебанутая вещь. Я не знал своего тела. Мне говорят... Да, да, да. Так, вот, Лёш, там, типа, у нас было упражнение, ты сначала напрягаешь всё тело, блядь, изо всех сил. И у меня в тот момент была бессонница. Я спал по три часа в сутки. Типа, когда вот был период Жени мешки под глазами, я реально спал три часа в сутки. Я просыпался просто ночью такой, надо что-то делать, надо что-то делать. Типа, и вот, и всё, я не мог уснуть. И там меня вырубало после этого. То есть я прям напрягался, потом расслаблялся. Это вот, ну, прям про тело, про то, что у тебя есть пластика, то, что ты можешь это делать, то, что ты можешь орать, например, во весь голос, да, потому что до этого у меня какой-то внутренний запрет. Когда я последний раз орал во весь голос? Бля, я частенько это делаю. Лёха, да, он, бля, в машине иногда как орнёт, я его когда вожу, я такой, ну, блядь, правая вышла из чата. Бля, ну да, согласен. Не, я люблю, не, иногда надо давать выписки эмоций. Я просто вообще не помню, когда я последний раз орал. А ты реально у тебя не был такой, что ты просто вышел, типа, аааааааа. Вот не бывает такого? Бля, да ладно. Я суперспокойный человек. Или что, ты как, алла-алла-алла, какую-нибудь хуйню. У меня реально, мне кажется. Ты-то всегда такой был. У меня, кажется, у меня соседи думают, что я ебану, потому что я реально могу сидеть, что-то такой-то он такой. Доброе утро. Не обращайте внимания, если я буду ругаться и кричать. У меня синдром Туретта. Окей! От меня много шума. Они такие, блядь, что он делает. Мои соседи реально думают, что я ебанутый, и они не зря так думают в целом. Не знаю, я вот как раз всегда, когда я готовлюсь к съемкам серьезным, вот как раз вот когда у тебя снимался, да, где надо актерить, у меня всегда есть типа вкладка видосов, вот со всякими этим как раз актерскими, с актерскими курсами, где там все такие напрягаются, я всегда это смотрю, я вспоминаю, как это все работает, такой, о, и образа просто накидался в голову, как себя надо вести, и все. По поводу скорочтения, то есть я охерел то, что изначально я приходил за скорочтением, да, чтобы читать быстро, и сейчас уже реально получается, что если я читаю не так, а я читаю, ну, либо вот так вот, да, примерно. Далеко не все тексты, то есть там сложную околотехническую литературу, там, я не знаю, психологию не могу так читать, потому что иногда надо вдумываться, а художка вообще, бля, вот так вот идет, и все. Но прикол не в том, приятно. Насколько у тебя вырос темп чтения? Я еще не замерял, я вот сегодня хотел замерить, но я не успел, потому что я думал, что я приеду, у меня будет там 10 минут сесть, там, хоть немного, ну, типа, в себя прийти. А ты до этого замерял, как ты раньше читал? Да, я замерял, я не помню, я потом, мы напишем, сколько слов было, и я напишу честно, сколько слов я теперь читаю, да? Но прикол оказался не в том, прикол в том, что скорочтение развивает когнитивку в целом. И ты намного лучше все запоминаешь, то есть я реально помню, что из последнего я прочитал, помню суть, смысл, и я к книге не подходил физически неделю, то есть мне не было времени почитать, я такой вечером приезжаю, такой, думаю, надо почитать полчаса, ну, чтобы просто скилл развить. Такой, бля, вообще не вариант. То есть там включил какую-нибудь лекцию, и под нее, типа, просто все усы. Можно вопрос? Да. А как вообще проходят курсы по скорочтению? Ну, вот просто именно для меня, я вообще вот, я всегда, ну, мне кажется, что я быстро читаю, может, я не быстро читаю. Сейчас я тебе могу показать. Как вот, что входит в начало, ну, типа, как вот, вы садитесь, там, преподаваете. Вот у тебя рядом с тобой садится человек, говорит, читай, читай быстрее! Давай нахуй читай! Я не могу, я не могу так быстро. Ты сука, ты грязная, блядь! Хватит мне рассказать про моего деда, блядь. Ну, вот смотри, одно из заданий, например, ты должен прочитать, где только согласные. Попробуй прочитать и уловить суть. Сидишь 20 минут в ахуе. Ну, типа, у меня это очень долго. А, удалены гласные буквы? Удалены гласные. И ты только потом, по идее, же по гласным будешь читать. А потом вот есть с гласными. И с гласными я прочитал за минуту. Ну, они, они хаотично расположены, то есть ты смотришь, и типа, странно. И таких задач довольно много. Они очень интересные. У меня есть книжка, у меня там валяется где-то книга по скорочтению. Если ты нам подкинешь кадр, показать, то есть у меня просто... Я даже не думал, что это так происходит. Да, ну вот, типа, считает одного до 55. Ебать, то есть тебе надо найти цифру 1. Да, да, у меня это заняло 8 минут. Но при этом от одного до 25 я считаю в хаотичном порядке сейчас за 22 секунды. До этого читал за 48. Ну, вот, это одна из книг по скорочтению. Это если не нанимать какого-то репетитора. Я уже себя дауном почувствовал, когда он показал считать от одного до 55. Я такой, а где один? Я увидел 55, я такой, а-а-а-а. Да, 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 и ты такой смотришь. Я там на 21 заткнулся, я помню это число, оно у меня почему-то всегда проваливается прямо в пропасть. И довольно прикольная штука, то есть ты так, оп, зарядился, и потом ты реально запоминаешь больше. Вот тебе, например, я тебе могу дать как раз контакт, тебе тоже, если надо, дам контакт своего преподавателя. А это онлайн или оффлайн? Это онлайн, это раз в неделю оффлайн, онлайн, и каждый день домашнее задание. Каждый день. То есть единственное, что у меня выходные, это суббота-воскресенье, мы договорились, потому что я такой... Блядь, домашнее задание, это... Занимает пять минут. Можно книжку? Я надеюсь, что... Я просто... Не, это сейчас у меня триггер, потому что я начал заниматься с коучем. Мне посоветовали человека. Ой, это мне тоже его, наверное, посоветовали. Погоди, чем заниматься? С коучем. Ну, коучем, типа... Коуч, который твою эффективность... А-а-а, все, я понял. Тебя как личность развивает. Это еще потом коуч. Это типа не психолог, а немножко другая штука. То есть если психолог в целом про тебя, про твою кукуху, про психическое здоровье, то и далее коуч про то, как тебя сделать эффективным. М-м-м, типа, суть такая. И что? А как там занятия проходят? Я просто интересуюсь, потому что я... Вы же знаете, что я в этом вообще не сведаю. Ну, как бы просто идти из нихуя, типа... К человеку, который тебе говорит, Стас, ты молодец. Не-не-не, там вообще не это. Это может быть такое представление... Ну, вот у меня как чисто из интернета, типа, что коучи они такие, типа, вот... Но нет, как бы у тебя профессионал, который стоит много денег, они реально дорогие, хорошие люди, очень мало. Там совершенно по-другому ведут работу. Но для начала тебе нужно хотя бы просто с кукухой немного разобраться. Просто, типа, пройти, там, не знаю, просто позаниматься с психологом, просто там себе порядок навести, хотя бы понять свои эмоции, свои чувства, свои цели, планы и прочее, прочее. Можно, типа, базово понять, что ты реально хочешь. Да-да-да. Потому что, если ты придешь к коучу и говоришь, я хочу, блядь, зарабатывать. Я хочу быть миллиардером! Нет, хороший коуч тебя очень быстро раскатает по полу. Понятно, да. Скажешь, ты дерьма, кусок, ты не миллиардер. И все. Но я не хочу быть миллиардером. Не, хочу быть... Я хуй знает, что я хочу. Хочу быть просто... Быть хорошим человеком. И стараюсь им быть. Быть хорошим человеком по какой линейке, по каким параметрам? Относительно кого? Относительно? Просто жизни. Быть, ну, знаешь, даже не хорошим человеком, быть честным перед собой всегда. Что должно произойти, чтобы у тебя такой... Ты такой, все, я хороший человек. Вот я... А я сейчас считаю, что я хороший человек. Так и все. Ну да, да. Не, я говорю, вот у меня главная цель жизни быть не честным перед кем-то, а вот когда ты наедине остаешься, и ты понимаешь, бля, я честен перед собой. А, в смысле это прожить жизнь просто в таком состоянии? Ну да. Типа... Ну вот, чтобы внутри, ты понимал, ты там можешь наебать тысячу людей, да? Но как бы, когда ты вот сам висподнец... Но ты же это делаешь с честью, поэтому... Да, да, да. Поэтому все нормально. Ну, блин, я, кстати, на эту тему думал. Я, ну, примерно согласен, но я вот сегодня только там сидел и разгонялся сам собой. Я сегодня сделал очень интересный эксперимент. Я себе выделил два часа. Я отключил телефоны, все отключил. То есть я до этого такую штуку периодически практиковал. Сейчас, я думаю, хотя бы раз в две недели практиковать. И для меня таким местом силы, назовем его так, да, оказалась библиотека. Я как-то один раз зашел в московскую библиотеку. Это была феерия. То есть вообще рухмосковские библиотеки абсолютно все великолепны. То есть туда прийти, поработать, просто подумать. Там, мифер, прикинь, библиотекарши сейчас вежливые. Тебя нахуй не шлют, книжки в тебя не кидают. Бля, извини, я вспомнил очень тупую шутку про библиотеку. Что мой член оказался в книге рекордов Гиннеса. Но потом библиотекарь попросил его вынуть. А если библиотекарши будут сексуальным, ебать, у нас начнется читальная нация будет. Читательская. И ты приходишь в библиотеку, просто вот я все отключил, посидел. Будем перелистывать губы. Извините. Вот что-то прилипли к лицу, блядь, грязные. Простись. Это что, собственно, психология, да? Сейчас вы познакомились с маленькой Пикарляндией, если вы понимаете, почему я. Я бы назвал твою страну скорее Пикариус какой-нибудь. Нет, Пикарляндией. Там такие... Там как в Барбариках, но иногда бывают какие-то очень грустные моменты. Когда фиксики с ума сходить начинают, да. Так вот, ты приходишь в библиотеку, и просто, ну там, я сидел, два часа думал. Потому что я тебе все хотел позвонить. То я забывал, то сил не было. Блядь, ты в документалке, тебе сейчас звонить бесполезно посидеть, попиздеть. И там типичная бабка. Я уткнулся в очередной такой некий кризис. Я такой, типа, блядь, что я реально хочу от жизни? То есть, и меня это, ну, недели полторы, наверное, две прям ебало. Я такой, то ли я делаю, зачем я это делаю? А что я вообще сделал? А чего я добился? Блядь, да я вообще петух конченый. Типа, я нихуя не сделал. Ну, знаешь, самобичевание начинается жесткое. И я пытался понять, блядь, что я вообще хочу? Потому что, ну, там как бы с точки зрения финансов вроде что-то получилось, да. С точки зрения бизнеса вроде что-то получилось. То есть, там, с точки зрения каких-то других вещей вроде что-то получилось. А, блядь, я, типа, приуныл. И что делать? Муравью хуй приделать, как говорится. И сегодня сидел, думал, два часа на это потратил. И уже более-менее, более-менее, как бы, я примерно понял, что я реально хочу от жизни. Заебись. Блин, ну это круто. Поздравляю. Поздравляю. Не, я могу рассказать. Типа, я для себя понял, что я хочу стать мужчиной в широком смысле этого понятия. То есть, это не просто, типа, ну, блядь, мужиком там, типа, ебало бить и так далее. Это, наверное, история про то, что, ну, мужчина, он должен создать, да, должен добыть и должен поделиться. Мужчина, честность судьбы? Типа того, да. И я понимаю, что, ну, создавать мне... Очень тонкая отсылка. Да. Пошел. Я, потому что, не понял шутку, блядь. Переведите меня. Ну, типа, ты должен что-то создать, да, точно. То есть, ты должен там, грубо говоря, в свой дом своим близким что-то принести. И ты должен этим поделиться. То есть, как бы, наверное, это сейчас звучит коряво, но у меня в голове это так устаканилось, что я такой, блядь, чётенько заебись. Так, можно уже сказать, что у тебя уже выполнено, опять же, потому что у тебя уже создано что-то. Есть кому это приносить. Я согласен. То есть, а до этого я это обесценивал. То есть, я сидел такой, ну, типа, чё, чё... Блин, хорошо, а чё делать-то дальше? То есть, типа, ну, вот, как бы... Смотри, у меня просто всегда такой вопрос. Когда у тебя появляется какое-то желание, цель, намерение и так далее, и которое ты каким-то образом формируешь, что, типа, я хочу вот того, сего, туда и так далее. У меня тут же следующий вопрос, типа, хорошо, а как туда прийти? Чё нужно делать? А для того, чтобы тебе каким-то образом формализовать свой путь, типа, по какому-то направлению, тебе нужны хотя бы хоть какие-то чекпоинты. И это нужно как-то всё-таки оцифровывать, это и нужно что-то как-то разбирать молекулы. И вот то, что я у тебя спросил, типа, а в какой момент можно будет считать, что ты хороший? Это как раз-таки к тому, чтобы хоть какую-то отсечку, хоть какой-то твёрдый ориентир поставить и к нему, типа, двигаться. В том случае то же самое. Вот, типа, вот это... Это я не обесцениваю. Я понимаю, да. И я говорю, что это неправильно. Я просто... Это звучит всегда как у самурая нет цели, есть только путь. Нет, это хуйня. И вот то, что мужчина должен создать... Как ты точно оформляешь? Создать. Создать. Добыть. Добыть и поделиться. И поделиться. Ты можешь под эту хуйню в целом подтянуть вообще любое действие. И вообще любую штуку. Ты можешь создавать говно на регулярной основе, прям техническое, что, типа, я вот сегодня... Добойте его историю. Создал. Да. И с толчка его вынул. И пошёл, поделился. Так. Типа, в целом, ну, подходит. Ну, формально, понятное дело. Понимаю, да. На самом деле не так. И ты под эту историю можешь как, типа, что мне нужно создавать огроменную компанию, или мне нужно создать, там, типа, сад, или мне нужно, там, блядь, не знаю, создать ещё какую-нибудь ебанину. Оно тебе вряд ли даст какую-то подсказку, как правильный ориентир, типа, куда тебе нужно двигаться. Потому что у меня была ровно такая же хуйня, как у тебя в тот момент, когда ты, типа, зарабатываешь первые деньги, когда ты уже понимаешь, что в целом, типа, ну, мне нормез. Я, типа, я могу не переживать за деньги, я не могу не переживать за то, что, типа, мне будет негде жить, мне будет нечего есть и прочее, прочее. То есть уже точно, ну, типа, базовые вопросы бытовухи я закрыл. Так. И в этот момент начинается еботека, потому что у тебя, типа, ну, когда-то там, я, короче, помню, что раньше у меня огромную долю мотивации составляло то, что мне нужно, ну, элементарно заработать денег, чтобы оплатить квартиру, чтобы оплатить еду, одежду, там, типа, девушке, там, какие-то деньги подкинуть, там, прочее, прочее. Ну, да. Типа, просто какие-то бытовые штуки. И в тот момент, когда ты переходишь этот порог, когда ты зарабатываешь больше, чем тебе нужно, или больше, чем тебе требуется по потребностям, или ты, допустим, заработал там себе на квартиру, купил квартиру, точно знаешь, что у тебя ее никто не отнимет, и плюс там у тебя есть какой-то пассивный доход, и ты все, и ты вышел к тому, что, типа, ты все, жизнь себе обеспечила, она нормально. В этот момент начинает очень сильно ломать голову, потому что ты такой, типа, у тебя очень большая доля мотивации просто исчезает. Да, у меня вот этот кризис и произошел. У меня вот эта хуйня была в 18-м году. У меня сейчас что-то настигло, потому что до этого мне все время казалось, что я не так хорошо зарабатываю. Не знаю, у меня я всегда в стрессовом состоянии, я себя не расслабляю никогда. Слушай, не, я, мне девушка научила расслабляться. Блин, это круто, а мне я... Каким конкретным образом? Блядь, это у меня вообще происходило через боль. То есть, ну, типа, не через боль, а через огромное сопротивление с моей стороны. Она такая говорит, давай купим велики, по вечерам будем на великах кататься. Я такой, чё, блядь? Чё? Звучит как гениальная идея. Да, я говорю, а может я поработаю? Она такая, а может ты поживаешь? Чтобы купить эти велики, блядь. Да нет, тогда я уже на велики заработал. Блядь, ну там, смотри, какой велик, блядь. У меня электро. У меня они в соседнем кабинете, давай вот мы сейчас... Нихуй последними. Подожди, подожди, электро. Нет, электро, не электро, а электро. А, это какая-то фирма какая-то. Да, это роллсы среди великов считается. У меня самый базовый. Это вот те хитры на ВДНХ, либо в ПК, вот такие, блядь. Электро в целом так выглядит, что как будто бы там сидение это лишнее. Да, у меня была шутка, короче. Я в какой-то момент хотел купить Джон Купер Воркс, и я такой, ну ещё Джон Купер Воркс, понимая, что у нас куплены велики, и нужны эти рейлинги на крыше, чтобы катать велики. Потом я такой говорю, attention, если я поеду на JSTV внутри садового с великами на крыше, меня точно выебут в жопу. Нет причины, чтобы гомики ко мне не подкатили. Это очень интересное представление о тех людей, кого в жопу ебут. Да? Да. Я с ними просто не общаюсь, поэтому у меня немножко выдуманного мира. JSTV очень весёлая тачка. JSTV охуенная тачка. Очень весёлая. А с велосипедами это стиль. А когда ты едешь... Если что, номер записан. А можно кого-нибудь попросить? Да. Прям... Я тебя толью. Так ну всё равно нужно налить всем. Да, можно мне прям... А в этот можно? Можно не новый стакан? Да. Да. А то прям полнейший водой. Так вот, мы купили велики. А? Всё такое. Да, любой я не брезгую. Никто же не брезгает. Не-не-не, вообще буква Ю по хую. И оказалось, что просто, ну, с любимым человеком вечером на велике прокатиться и попиздеть, поугарать, это нереально крутая штука. Это просто тебя заряжает, нахуй тебе вот столько работать. И сейчас у нас как бы уже есть возможность открыть вторую станцию, да, и мы готовимся к её открытию. Но я Стасу говорю, Стас, типа, давай ближе к осени. Такой, нахуя? Я говорю, пожить охота. Я такой, окей, ну, типа, понятно. Да, потому что я понимаю, что... И недавно мне, когда начало ебать, я такой, надо, наверное, вторую станцию начинать открывать. Не-не, потерпи, потерпи. В пиздеце понятно, как жить, да, вот, когда ты вахуя ты сидишь. Кайфани вот это лето, типа. Да, да, да. Более свободное лето. А у меня наоборот, я обожаю быть в пиздеце. Нет. Вот я не знаю, вот это состояние, вот, я недавно поймал негативную штуку, потому что я приехал, как раз, с подкаста, и я реально два дня жил, и у меня вот в душе было какое-то душевное неспокойствие, как будто у тебя завтра экзамен какой-то, а экзамена нет. И ты не в университете. Но вот это внутри, и я такой ходил, такой, блядь, и не понимал из-за чего. Потом пару проверенных способов, и все. И я стал чувствовать себя спокойно. Но я люблю это состояние. Слушай, я недавно опять в театр сходил, я был всего два раза в жизни в театре, и вот недавно я сходил в театр Вахтангова на спектакль «Царь и Дип». Я думал, там что-то будет про психологию и так далее, там просто история Дипа. Ну, знаешь, наверное, да. Я такой, в этот раз мне не очень сильно понравилось, но я помню, когда я первый раз был в театре, знаешь, кто в театре выступал? Настя Задорожная. Помнишь такую? Ооо, няня Виха! Нет, нет, подожди. А, нет, Анастасия Задорожная, это Настя из сериала «Клуб». Да, да. Бля, моя любовь. Я пошел гуглить. Ты реально не смотрел «Клуб»? Пока он гуглит, давайте тебе рассказывай. Ты еще не в Москве был, кстати, в это время мог быть. Да, да, да. У тебя в это время еще не факт, что на яйцах мог вырос. Анастасия Задорожная. Ой, она хорошая тогда. Да, каждый тинейджер я тогда хотел вдуть. Это прям глэм, гламур, гламур, вот прям, бля. Бля, первый раз вижу. Ты реально не видел сериал «Клуб»? Нет, я не сериал «Клуб», и... Там же такие истории, там, Костя был. Вы не смотрели сериал «Клуб». Я тот человек, который занимается видеопроизводством. Вроде бы, как бы, ну, даже не последний человек, блядь, в этой стране, в этом. Но я очень много чего не смотрел. Вот смотри, ты же киноман, по-моему. Ну, я люблю сейчас смотреть кино. Вот давай с собой поиграем в игру. Давай. Типа, ты называешь 10 фильмов любых. Любых по популярности. Любых. И я ставлю на то, что большую часть из них я не смотрел. Давай. Если ты, ну, типа, назовешь, то... О, давай я тоже поучаствую. А я прям, знаешь, я открою, вот, я воспользуюсь высокими технологиями. Откроешь кинопоиск? Да, я... Ты проебешь тут же. Я тебе советую так не делать. Не-не, смотри, у меня есть фильмы, которые, ну, которые общепризнаны, да, у них большая... Ладно, давай с головы. Давай. Поехали. Любые, неважно. Большой Любовский. Нет, смотрел. Блядь. Большой Куш. Нет. А, нет, извини, Большой Куш смотрел. Ну, с письками, которые. 1-1. Так, 1-1. Так, 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 так. Иван Васильевич меняет профессию. Нет. 2-1. Не полностью. Ну, это вот это новогодний фильм. Да, не полностью. Не смотрел. Так, так, хорошо, хорошо, хорошо. 11 друзей Оушена. 2-2. Смотрел. Смотрел тоже. Так, значит, я просто, я пытаюсь психологически понять, что ты мог смотреть. Я вот так сейчас выруливаю это. Ой, это как его Бойцовский клуб. Да, смотрел. Да, кстати. Это мой любимый фильм. Бойцовский клуб. Да. Это мы познакомились при очень странных событиях. Это where is my mind. Кстати, фильм намного лучше, чем книга. Хорошо, значит, Иван Васильевич, ты не смотрел Афония. Нет. Это что такое? Вы не смотрели советский фильм Афония? Нет. Это прямо моя жизнь практически. Я помню, видеоигра, по-моему, была Афония или Кузя такая детская. Типа там что-то надо было бегать, собирать. Кузя. Твори слово вперед, и игра начнется. Вперед. Ну что? Пошли потихонечку. Анюта, пошли потихонечку. Погуляем полюса, кнопки 2 и 8. Итак, сейчас кнопку 2, быстро. Это Домовен. Это раньше по телефону надо было звонить, и ты якобы с телефона играл выглядит так вот кино. Я думаю, базово ты все-таки проиграешь. У тебя какой любимый фильм? Погоди, давай еще. Ну, 3-3. Шесть фильмов уже назвал, осталось четыре. Давай, давай, сейчас так. Так, ладно, в русское я не лезу. Зеленая книга. Нет. Подожди, зеленая книга. А я смотрел. С этим, Сарагорным про... Про Чернокожего. Про Чернокожего, который поехал в Южные Штаты, я не понимаю. Блэк Лайфс Матер. Так, хорошо. Блин, как же тебя... Аватар. Нет. Блядь. Звездные войны. Нет. Блядь. Тварь, что ты смотрела? Что ты мог смотреть? Очень страшное кино. Ой, блядь. По-моему, какую-то одну из них я смотрел. Какую-то одну из них я смотрел. Где там девушку в стену ебут, когда невидимый? Второй. 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 Так, ладно. Значит, надо идти... Ты уже проиграл, если что? Да, да, я понимаю. Но ты в целом можешь вот любые наваливать, ты просто вот там... А по документалкам? Что документалкам? Много смотришь? Документалки... А ты вообще смотришь документальные фильмы не свои? Нет. А свои смотришь иногда? Ну, блядь, я... Не, не на стадии, пока он монтируется, а когда вот он вышел, и ты вот... Ну, мы финально потом отсматриваем, и все. То есть вы садитесь, да, и смотрите? Да, мы раньше смотрели просто вот, ну, типа, мы публиковали и пиздавали вечером, типа, сидеть у меня дома смотреть. Либо вот сейчас вот мы это в кинотеатре делаем показы. А просто документалки какие-нибудь? Ну, крайне редко. Крайне редко. Не очень, да, тебе? Да, да, да. Блин. Еще можно, знаешь, ну, там, назвать хуевую кучу суперпопулярных фильмов, типа «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я не стал туда, если ты это не смотрел. Ну, по Ивану Васильевичу все понятно. Криминальное чтиво нет. Блин. Стас, я очень завидую твоей женщине. Стас, я не знаю, есть она или нет. Нет, сейчас нет, женщина. А, вот. Девочки, все для вас. Вот. Я очень завидую, потому что, блин, ты сток можешь с ней прикольных фильмов, посмотри, которые ты не смотрел. И, может быть, они как-то на себя даже повлияют. Да не, может быть, может быть, да. Большолюбовский, кстати, я недавно посмотрел его, наверное, год назад, и я прям, блядь, там такая картинка. Там настолько колоритные персонажи, ты на них смотришь, там, чувак, вот этот американец, ты знаешь, это прикол Голливуда до того, как все стало мимимишное и очень толерантное, он такой, этот ебучий узкоглазый пиздюк, он такой, не узкоглазый пиздюк, а типа азиатский американец, нет, блядь, он узкоглазый пиздюк, там как-то так, и там все персонажи, там вот типа один из товарищей, его прям такой американский маргинал, пекарь, я не знаю, почему-то он не тебя, но... А, нет, смотри, а у нас был выпуск в Сычфорне, мы там снимали, у нас, у меня был персонаж, Вильям Джей Писос, всем он очень нравится. Да, да, да. Вот, и я забыл, не Роберт его зовут, но как-то какое-то у него им простое, и, короче, да, часть образа я брал с него. Слушай, я вот, на меня кинематограф редко производит впечатление, но меня произвел впечатление бойцовский клуб, потому что я был малым, и я его там, ну, назвал, типа, любимым. Я его смотрел, опять же, ну, где-то вот недавно, просто потому что, типа, вот, блядь, это обязательно нужно посмотреть, я его рассором смотрел. Вот такая хуйня. Блин, я бы, я бы, я бы реально, я хочу стать твоим мужчиной, мужчиной, киномущиной и смотреть с тобой прикольный фильм, потому что есть куча фильмов, которые я хочу пересмотреть, но я не знаю, с кем пересмотреть, потому что их, ну, их все, ну, из моего окружения, их все смотрели. Ну, это еще какие-нибудь, назови, например. Блин, я не знаю. Что бы ты пересмотрел? Чужой. Нет. Первая часть, ну, которую Ритали Скотта, я пиздец, как обожаю, вот именно у меня огромная, любимая прослойка, вот, фильмов 80-х американских, когда вот все вот эти спецэффекты, когда еще не было компьютерной графики, и когда спецэффекты, именно все вот такие, знаешь, куклы делали, или когда прям, за что я люблю чужой, сумасшедшее внимание к деталям космического корабля. То есть, по факту, космический корабль, это как задник. Но я иногда даже стопался и смотрел там вот на всякие кнопочки, на тумблеры, я думаю, блин, чуваки загнались и сделали это настолько. Это может не функционально не работать, но это так круто выглядит. Ты смотрел в поисках сахарного человека? Нет. Это абсолютно ебейшая документалка. Она просто нахуй. Вот тебе точно надо посмотреть, я тебе кучу раз про нее говорил. Сахарный. Это про наркодилера какого-то? Нет. Я вообще не буду тебе ничего сполерить, но если ты досмотришь до конца, ты, блядь, будешь сидеть, рыдать и охуевать. Насколько это абсолютно ебейший фильм. То есть, это фильм, который на меня повлиял, наверное, сильнее всего из кинематографа. Это документалка. Сейчас я добавлю все, чтобы посмотреть. Это прям, ну, я не знаю, я даже книг таких не могу припомнить, которые на меня таким образом повлияли. То есть, я вот сейчас вспоминаю, там, точно. 8.1? Нет, чувак, это прям вообще, наверное, лучшая документалка, которая... Sugar Man! А-а-а! Я по названию по-английскому понял. Да, да, ты слышал Sugar Man'а. Да. Но ты послушай его историю. Это пиздец просто. Так, сейчас посмотри. Я не знаю, все равно кто это. Типа ноль спойлеров, это, блядь, чувак. Я если хоть немного вброшу, меня понесет, я расскажу всю суть и разжидаю здесь. То есть, это прям невероятно сильный фильм. А, вот, буду смотреть, я не мог найти это. И зачем ты сделал скрин? Не суть. А, я вот на самом деле... Сегодня приду, пересмотрю. Из документалок я иногда люблю смотреть про маньяков, но я их смотрю не очень долго, потому что мне потом очень мрачно на душе становится, что вот есть такие... Я буду обороняться. Что есть, да, вот такие люди, которые, ну, как-то доходят до этого. И я вот документалка, которая на меня повлияла, и я не хочу, чтобы это произошло со Стасом, но там есть документалка «Сыновья Сэма». Это там про маньяков, 70-е. И там история, типа, закручивает то, что вот начались убийства, все нормально. Ну, типа, убийство в Америке. Ну, типичная ситуация. Типичный вторник. Да, типичный вторник там в Детройте. Да. В каком-нибудь... Вот. И там был персонаж, он, типа, наблюдал за всем, и он работал в IBM вроде, и он читал статью такой «Блядь, подождите!» И он потом всю свою жизнь положил на это, чтобы раскрыть вот эти все преступления. А там такой клубок. И я когда смотрел, я такой, этого не может быть, этого не может быть. И этот клубок, там вот, если захотите посмотреть, посмотреть, ну, там именно вот как вот человек, да, положил свою жизнь, расследуя вот какой-то пиздец, который происходил. А там тебя когда начинают перечислять, я просто сижу, да, вот там, ну, типа, в Рязани. Я говорю, блядь, это не может быть, это какой-то фильм ужасов, блядь. Но это нереально, блядь. А это, блядь, на самом деле. Жизнь, на самом деле, намного разнообразнее. Да, 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 да. И удивительнее любых твоих фантазий. Да, и... И любое зло, которое ты можешь себе представить, оно от реального зла, типа, будет очень далеко. И то же самое добро, и то же... Ну, то есть, мир настолько уникальный, что пиздец. И я вот смотрел, и я был в шоке. И еще смотрел. Мне было интересно... Вот как раз тоже про маньяка. Мне было интересно, как вообще называется «Убийца в плаще» про маньяка, который появился в 90-х в Южной Корее. И мне было вообще интересно посмотреть, как вообще Южная Корея себя чувствовала в 90-е. Спойлер. Не только в России в 90-е было плохо. Везде... Как я... Что бы я ни смотрел, где говорят в 90-е годы, везде было как-то странно. Вот. И Корея, и я был вообще удивлен, как... Вот у них именно разыскная поисковая система работает, как вот именно полицейские и прочее. И я сравнил с нашим, я думаю, бля, пиздец, чувакам тяжело. Да, это опять-таки история про то, что в России все плохо, оно же... Короче, блядь, есть одна фраза, которую я вычитал в книге Вербер. И там... Вербера? Бернард Вербер. Мы боги, муравьи и так далее. Там французский писатель, художка, но довольно интересная, осмысленная художка. И там в самом начале книги, типа, чувак сидел за партой, и на парте было написано... А, не, на парте другой было написано, короче, типа, «Бог умер, цитата Ницше, Ницше умер, цитата Бог». Меня с этого разъебало почему-то, я такой, блядь, прикольно. И там одна из первых фраз, над которой я ебу до этих пор голову. Я прочитал лет 17-18, наверное, эту книгу. Типа надпись такая, как человечество менялось. И ты же понимаешь, что мир, он всегда меняется, он всегда становится как-то более усложненный, более интересный и так далее. Первая фраза «Все есть солнце, Амон Раа». Вторая фраза «Все есть Бог, Иисус». Третья фраза «Все есть любовь, Шекспир». Четвертая фраза «Все есть секс, Фрейд». И пятая фраза «Все есть относительно Эйнштейн». А внизу приписка «Придумай дальше». Я вот уже сколько лет хожу и ебу себе голову. У меня эта история иногда раз в четыре дня всплывает, я такой, не придумал еще. Но я думаю, что кто-то придумает. Типа и как бы тебе ни казалось, что что-то может быть там в Корее, в России, где-то еще, оно все относительно. Ну да, да. Потому что мы с тобой сегодня ехали и разговаривали, ты говоришь, что у тебя там налоги подняли. У тебя налоги, блядь, 7%. 7, блядь. Иди, не выебывайся, блядь. Налоги ему подняли с 2 до 7, блядь. У меня 15. Кстати, по поводу гедонизма. Хуя, переход. По поводу гедонизма, да. Хуяк, хуяк, еще хомяк. Доставай свой гедоний. Будем его гедонизить. У тебя макрообъективы есть? Нету. Значит, гедоний не будет до стат. Потому что прохладно. До стат. Ауф. Я чурка, мне похуй. Короче, мы же как-то посоветовали пару рестиков, да, и народу прям очень понравилось. Я подозреваю, ты точно не будешь говорить какой-то рестик, потому что ты там можешь гипотетически оказаться. Я вижу, прям Стас такой, пошли нахуй, мои рестики, это мои рестики. Я знаю, где он есть. Я могу посоветовать парочку? Давай. Давай, да. Во-первых, твоя рекомендация Under the Sea в Питере, я не знаю, я рекомендую. Блядь. Говорили вы про него или нет? Да, нет, не говорили про Under the Sea. Under the Sea в Петербурге, он прекрасен абсолютно. Это просто нахуй. Вышка. Туда же Harvest в Питерский. Да. У меня есть постоянный список людей, которые там мимо проезжают Великого Новгорода и такие, типа, а что тут делать? Поэтому если вдруг вы такой, запишите себе в заметку. My Kitchen, Breumann, Geography. Это рестораны, где покушать. Посмотреть в Витаславице, Кремль, ну это понятно. А московские штуки, сейчас что-нибудь посоветую. Какую-нибудь интересную хуйню. Нужно именно, чтобы было вкусно и странно или интересно или что? Да, я думаю, что, смотри, мне кажется, вкус еды — это не про вкус. Это, типа, ты пришел в заведение, вот, например, Оссу, про которое я говорил, ты туда приходишь, и оно сделано в виде, ну это, типа, переосмысленная азиатская кухня. И ты, когда приходишь в Оссу, и у тебя наверху висит огромное количество проводов, как в Азии, один в один, как будто вот со столбов спичины, везде какой-то дикий неон, ты такой, бля, я на месте. Все, типа, и от этого еще вкуснее. А вы, кстати, знаете? Сейчас я вспомнил. Стас ищет, я вспомнил интересный факт про индусов. Так. Так, короче, знаете, почему они... Короче, вот эта вся история, как раз, с проводами. Так. Да, бля, бля, не гений, на самом деле. Они, короче, подумали, если ты не дышишь, то только думать, что ты умер, не бьет себя. Чего еще раз, блядь? Короче, если ты боишься, что тебе ударит молния, когда ты идешь по улице, тебе надо не дышать, чтобы энергия подумала, что ты умер, и не била в себя. Я где-то это услышал, я так смеялся, как свин с этого. Короче, бар Кот Шрёдингера, если вдруг кто-то там не был. Да, да, были, да. Абсолютно великолепное место. Да, да, да. Хер найдешь еще. Хер найдешь, да. Но когда находишь, такой, да ебись. Да, да, у меня там прям прикольно было. Я там безалкогольные напитки пил, но там прям они были. А это зря, там алкогольные коктейли просто вау. Там, во-первых, подача ебанутая абсолютно. Я в Питере посоветую место, которое я обожаю, в котором я оказался после ковидных времен. Думская? Бля, я уже. Нет, бля. Отчатали наконец-то. Центральная станция, нет. Центральная станция, все туда. Давай, завязывай. Вас, Ген, тормози, а. Так вот, оверсайз пицца, это можно и там покушать, можно заказать домой доставку. За что я полюбил это место. Те реально приносят, пиздец, не ебаться в рот, огромную пиццу. Да, они же еще в форме... Да, и у них сумка в форме кусочка пиццы. Это респект. Тебе пиццу приносят в форме огромного кусочка пиццы. Я там ел. Мне очень нравится. Кафе суп на белорусской еще. Очень древняя кафешка. Она существует, типа, ну точно, вот я как переехал в Москву в 14-м году, она уже существовала. Я периодически туда заглядываю, потому что это абсолютно великолепная кухня и охуенные супы. Если вы обожаете так же супы, как и я их обожаю. У меня, кстати, отличная новость. Я нашел ту самую чебуречную, где охуенные чебуреки, но об этом я как-нибудь расскажу в следующих роликах. Мы, возможно, сейчас это до шавухи еще закажем. Там шавуха. Просто в этом, в лепешке берешь, она там в лепешке называется. Она как в пите, только не в пите. Это очень сложно описать словами, я уже все, типа, вот там поплыл. У меня рядом с офисом есть шурма, шурмечная. И знаешь, как я понял, что она хорошая? Чуваки реально готовят в каких-то ебануто промышленных масштабах. Я как туда не приду, они просто на доставку. У них, ну вот представьте, вот огромный вот стеллаж. Так у них в три ряда шурмы стоит. И они это собирают и куда-то отвозят. И я там первый раз попробовал шурму с гранатом. И это было очень интересно. То есть это настолько нетипичный вкус, потому что все привыкли... Да нет, шавуха, я считаю, что это вообще эталонная еда, такой стритфуд. То есть я не знаю, что стритфуда вкуснее. Хотя, кстати, я вот еще одно заведение посоветую. Я не помню его название, я в Telegram добавлю. Это вот в списке Бори, который я тебе тоже, по-моему, отправлял, да? В списке Бори я нашел израильскую кафешку. Типа она находится прямо на пяти углах. Вот это здание на пяти углах знаменитое, которое знаешь, да? Вот ты, вот типа на него смотришь. В Москве? В Питере. А, это этот, Бикицер, нет? Да, вот, по-моему, да. Бикицер, скорее всего. Я там был очень вкусно. Там просто пиздец, какая шакшука. Я прямо ее, такая ароматная. И я поел, позавтракал, что-то на 600 рублей. Кофе на песке мне сделали, я два заказал, водички принесли бесплатно. Эту шакшуку я такой, господи, господа, что вы делаете со мной? Я прямо сижу, а я, ну, типа, я когда из Питера уехал, я такой, думаю, Москва топ-город номер один. И тут я хаваю в Питере в Бикицере. Ну, или как, я не помню это название. Бикицер, Бикицер, я не знаю, как правильно. Мы оставим это описание. Я такой, блядь, как же в Питере вкусно. Нет, Питер намного вкуснее, чем Москва. Бля, гастрономически, гастрономически все-таки как-никак столица, мне кажется. Да, да. Много вкусно. Я понял, почему я кайфовал от Питера, там, наконец-то, солнце было. Типа, в марте, по статистике, в Питере солнце было 72 часа. Лучший город для жизни. Абсолютно, да. Живем на болоте, размножаемся. Не, я в плане жрачки, я, кстати, никогда не запоминаю никакие заведения, в которых я бываю. Я вот сейчас хотел сказать, накидать места, я такой, так, я был в сибирском кафе, а как оно называется, я такой, блин. И хотел, у меня есть одна история, но я не помню, как заведение называется. Ну, давай, без заведения. Короче, у меня товарищ, с кем я работаю, товарищ, коллега, друг, он ко мне подошел с одной мыслью, говорит, бля, Лех, вот вы все рассказываете историю, что вот вы жрете острое, и сначала вы дракон, а потом ракеты. Я никогда этого не испытывал. Хорошее остренькое обжигает дважды. Я говорю, есть хорошее место, мне про него рассказал гусь. Гусь в свое время, когда похавал там, там есть крылышки, наггетсы, ну, короче, вот там есть все, что можно скушать с курицей, и вот финальная стадия, файнал босс, вот соус, который у них есть, он называется Чак Норрис. Гусь один раз чуть самолет не пропустил за этого Чака Норриса. Гусь сам как ракета был, да? Да, и я говорю, блин, я говорю, Макс, есть место одно, поехали. Он говорит, поехали. И мы приезжаем в депо, и, естественно, он не был в депо тогда, на тот момент, ни разу. Я говорю, бля, ты сейчас зайдешь в мир просто таких свистков, такой жизни. Бля, депо это, бля, обожаю. Просто мрак. Особенно я, когда в депо приезжаю, я с такой улыбочкой, что... Бля... Она причем, знаешь, она рот даже открыть бедолага не может. Да, да. Она поэтому с трубочкой ходит, потому что свисток настолько накачан. Нахуй это делать, я вообще... Я тоже не понимаю. Это прям гич. Я искренне не понимаю. Так вот. Свистки потом обсудим. Да, и я, короче, беру себе молочек, он говорит, нахуй ты берешь молочек, я говорю, да я себя просто беру попить. Не хочешь взять? Он говорит, бля, да не знаю, молочек, я говорю, да возьми на всякий пожарный. Он такой, ну ладно. Пожарный, бля. И я беру ему Чак Норрис наггетс, там вроде можно шесть штук, он съел три, и мы там помогли ему, я съел такую одну, вспомнил это чувство, я такой, ой, блядь. Спойлер на утро, я охуел, я съел одну. Он съел три, я просыпаюсь, сходил в туалет с утра, такой, ой, как неприятно. Я говорю, ну что, как дела, пишу ему, молчит, молчит, говорит, я иду срать. Я думаю, ну ладно, сейчас подождем, мне пишет минут сорок. Я говорю, блядь, что я натворил-то? Блядь. Вот, пишет сообщение, одно сообщение, больше мне не писал. У меня такое чувство, что мне в ванну своткнули кинжал. А в чем, блядь, прикол? А я, это знаешь, это вот для меня вот прям вот супер перчаток. Я люблю острую пищу, но я люблю, знаешь, в каком плане, типа, она дает какую-то пикантность. Типа, я не люблю вот когда острое, когда вот ты жрешь, и ты такой, все, мне пизда. Да, да. Но вот... Вот я тоже, я люблю остренькое, просто чтобы слегка... А вот супер вот эта острота, как Чак Норрис, для меня это больше как, типа, юмор. Типа, знаешь, ты сожрал такой, ты понимаешь, что тебе пиздец, но тебе от этого смешно. Так, а нахуя организм-то жечь? Да, это раз. Блядь, это проблемы завтрашнего пекаря. Да, и проблемы завтрашнего Стаса. Это же когда ты перепиваешь такой, блядь, наверное, хватит потом. Так, а зачем перепивать? Блядь, ну так бывает, идет. Ну иногда бывает, вот. Помнишь, когда я к тебе приехал, как-то вот есть история, как мы там первые разы с ним виделись. И я приезжаю, я говорю, слушай, у меня бывает такое раз в пару лет, я хочу проссать мозг, я это называю. То есть я упиваюсь просто в ноль. А чтобы его выссоить, мозг там вот... Ну да, типа от алкоголя, ты же когда пьешь алкоголь, ты мозг выссоешь. Доказали, что это, кстати, в раке. Я теперь с каждого будуна очень спокойно писаю. Раньше я писал такой... Я тупее! Он писал сквозь руку, знаешь, типа, чтобы оседало немножко и такой потом... Короче, и мы с ним напиваемся. Я не помню, сколько мы выпили, по моему мнению, типа овердыхуя. Вино пили. Вино пили белое, естественно, сухое. Это с кем? С тобой. А, со мной. На следующий день ты просыпаешься и поехал, как ни в чем не бывало на работу. Я пытаюсь оторвать голову от подушки, понимая, что мне писать. Бля, винище этого... Я вот не умею пить вино. Я не могу пить шампанское. У меня вот с шампанского... Не, вино вообще нормально. Я вот, кстати... Я просто... Извини, что перебиваю. Меня можно ненавидеть. Меня можно вот прям официально с сегодняшнего дня ненавидеть. Я не знаю, что такое похмелье в целом. Блядь, ну это неправда. Ну, то есть... Я спокойно встаю после любой хуйни. И спокойно иду работать. Меня прямо... Вот, смотри, мы выпили... А ты мешал... Оль, когда-нибудь... Одинаково... Ну, конечно, когда-то давно мешал. Сейчас уже давно... Не, а вот сейчас давно уже не пью. Типа, ну вот мы с ним пили одно и то же количество вина. Условно. Типа... Пизда у меня была. Я подскочил, убежал вообще без проблем. А Женя вот остался. Бля, я не умею. То же самое с продакшеном. Типа, когда я бухаю с продакшеном тоже. Я, типа, я просыпаюсь. Такой, типа, оп-оп-оп, все, побежал. А у них вадон. А у них там, да. Бля, может, ты просто настолько натренировал свой организм, что ты реально уже, типа, он настолько адаптировался к винищу? Да нет, если коктейли пить, то же самое. А, да? Короче, история-то. И я у него просыпаюсь на хате. Такой, понимаешь, мне пиздец. Думаю, сейчас езжу, похаваю. Типа, на центральный рынок, похмелюсь. Вызываю такси. Таксист едет почти в самом левом ряду. И понимаю, что... Пиздец. Я говорю, братан, надо принять вправо. Он такой, очень надо. Я говорю, сейчас надо. Таксист все понимает. Просто принимает вправо, и я стою на проспекте Мира, стругаю. Я ничего не могу. Мне плохо, пиздец. Я думаю, ёб твою мать, зачем я столько пил? Мы едем дальше. Это он мне не рассказывал. И я такой думаю, ну, в целом, как бы, все. Кишечник пустой, желудок пустой. Дальше некуда. Есть куда. Мы уже подъезжаем почти к центральному рынку. Это центральные улочки. Говорю, братан, подожди. Я просто выхожу и прямо на бульваре. Люди идут. Типа, опять думаю, ну, все. Теперь точно хорошо. Сейчас кофейка возьму, выбиваю кофейка на центральном рынке. И я бегу в туалет. Я после этого до позднего вечера к еде не прикасался. Я приехал тогда, вернулся к тебе на хату. Просто лег такой в пизду. Типа, я сегодня овощ. А я томат. Не знаю, мне мало. А вечером пришел я снова бухать. Я, по-моему, тогда отказывался. Я отказывался. Я вот на рыло сидел пил. Да, он такой, еще, может, это я такой пью. Хавчик какой-то приехал, я такой сижу, думаю, блин, при нем бы еще не стругануть разок. У меня есть история, кстати, по поводу таксиста и алкогольного опьянения и тошноты. Как-то раз я с одним моим товарищем напился очень сильно. И мы напились до того состояния, что я смог вызвать ему такси, ему и себе. Мы сели... Я вспомнил историю... Говори, говори. Не-не, ты говори. Там она просто с предысторией. Мы сели в такси и поехали. Я раньше вышел, он дальше поехал. Мы едем, я прихожу домой. Такой ждал, пока он напишет сообщение. Всегда жду, когда мне друзья напишут. Типа, я дома. И я спокойно всегда. Такой, ну, дома и дома. А тут я реально не дождался. Я думаю, ну и все, спать лег. Маленькое предисловие... Ладно, предисловие не буду говорить. Так вот, я с утра просыпаюсь. Открываю телеграм. И вижу сообщение моего товарища. Он такой... Он сначала пишет мне. Блин, Пек, прости, там с тебя, наверное, сняли денег. Я такой натворил. Я такой дурак. Я думаю, что он натворил? Говорит, короче, меня стало тошнить. Я говорю водителю, меня тошнит. Он меня не слушает. Просто едет. Я открываю само окно, блюю. Облевываю ему всю машину. Я ему говорю, прошу его, остановите. Я выйду. Он не останавливает. Он едет. Я его прошу, пожалуйста. А он еще очень милый молодой человек. Вот знаете, вот прям вы на него смотрите. Он реально милый парень. Прям очень добрый, хороший. И я вот понимаю, через что он прошел. Я ему говорю, стоп, стоп. Он мне записывает кружки и грустный. Мне так неудобно. Я думаю, что случилось? Думаю, бля, водитель туварь какая-то не оставил. Захожу посмотреть историю. Он глухой. Да, он глухонебой был. И я ему заблевал, а он даже не знает, наверное, об этом. А он ни слухом, ни духом, бля. Бля, у нас был, короче, трэш. Мы с двоюродным братом. Как-то он у женщины свое отпросился. Теперь это его жена. И мы поехали с ним. В Питере есть клубы «Дюны» называется. То есть это типа был там, нет? Нет. Но мне просто... Я сразу словил группу «Дюну». Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Нет, это берег Финского залива. У тебя прямо на пляжу клубы. Их там какое-то количество. И там все типа тусуются. Мы там нажрались. Синие каким-то образом залезли в воздушный шар. Покатались на воздушном шаре. А, то есть взлетели наверх? Там невысоко. Он там к тросу был привязан. Как-то что-то там-то базарились. Пусти. Нас, короче, пустили. Но прикол был не в том. Прикол был в том, что мы там... Были мои знакомые девчонки и там еще. Каким-то образом мы оказались в гуще девчонок. То есть молодые, горячие, куча девчонок. Но история не была бы полноценной, если бы не произошел пиздец. Пиздец был в чем? Там был батут. Блядь, ВК, к сожалению, нет. Я потом как-нибудь фотку покажу. Там был батут. И девки прыгали на батуте. Мы прыгали с ним. И в какой-то момент одна баба начинает орать. Мы не понимаем, что за хуйня. У нее из ноги кровь хуярит. Вот просто струей. Оказалось, что у батута есть такие пружины. Это еще один страх 1270. Там был крючок. Она когда прыгала, пальцем зацепилась. И ей разорвало палец. Из нее хуярит кровь. Я помню, что чувак такой подбегает. Говорит, надо водки налить. Я слышал, это помогает. Я говорю, нельзя лить на открытую рану спирт. Он льет, я ему разбиваю ебало. Но я тебе рассказывал, что у меня очень плохо было с выражением эмоций. Блядь, люди, которые делали игру месть боксера, вы не с него про образ писали? Пожалуйста, скажите. Потому что каждый раз, когда в игре месть боксера, боксер разбивал ебало, там была фраза «И я был вынужден». Абсолютно. То есть, ну, в итоге мы видим, что баба, из нее реально прям кровь, ну, бля, вот фанкнут струей, хуярит. И мы такие, блядь, что-то надо решать. Она же сейчас откинется, типа. А она вахуй просто у нее хуярит. Мы там нашли какие-то, бля, футболки порвали, что-то обмотали. Нашли полиэтиленовый пакет, замотали палец. Я хуя, мы приехали без тачки, мы приехали на автобусе. Мы находимся в Ленобласти, блядь, до больницы, типа, пешком идти два дня, нахуй. Ну, не вариант. Мы каким-то образом выцепляем чувака. Вот, блядь, реально, первого рандомного тачка есть. Он такой есть, говорю, блядь, по-моему, я тебя знаю. А мы оказались знакомы, говорю, надо, блядь, ехать туда. И мы все едем в травму, короче, я там, типа, ногу перебинтовываю. У меня даже есть фотка, когда у него этот окровавленный палец, перемотанный хуй знает чем, и я его такой, типа, облизываю, блядь. Вот. И мы приезжаем, все, короче, а время, типа, 7-8 утра. Мы выебанные наглухо, ну, типа, уже ничего не охота. Он говорит, поехали ко мне, пацаны. Мы такие, ну, без задней мысли, поехали. И в этот момент мы оказались на грани жизни и смерти, потому что у брата женщина, она иногда может и пиздюлей навешать. И в какой-то момент, когда мы нахуй были уставшие, женщина звонит в 11 утра и такая, говорит, вы где? Он говорит, мы у Кати, позже перезвоню. А я лежу рядом, и я такой, все, что было до этого, это были просто цветочки. Мы когда приезжали на район, я говорю, так, блядь, мне броник, ствол какой-нибудь, что-нибудь дай мне, нам пизда, потому что ты поехал со мной, а у меня тогда репутация была так себе. Блядь, тогда вечерок, конечно, очень интересно закончился. Блядь. Мрачные питерские истории. Мы же говорим, что мы не будем около финала, либо финала делать на позитивной ноте, да? Блядь, я, кстати... У тебя были какие-нибудь такие трэшовые истории? Никто же никогда не слышал пиздеца Стаса Асафьева. Да, кстати, да, от Стаса Асафьева. Вот расскажи какое-то дерьмо. Ну, во-первых, оно не происходило просто. Ну, реально, ну, мрака не было никакого. Есть история. Я не знаю, я, по-моему, тебе даже не рассказывал, тебе точно не рассказывал, как я бомжом на улице валялся. А, я это что-то слышал. Прям бомжом? О, короче, я, типа, ну, постоянно там, типа, только кухой занимаюсь, только психологом, ухожу, то-сюда. И в том числе ходил... Блядь, у меня тоже есть история. Это, подогоди, это современный Стас. Это Стас образца 2016 года. Ага. И, типа, я, там, ну, постоянно ходил на всякие тренинги и до сих пор люблю на них ходить, там, прочь-прочь. И в том числе в какой-то момент меня заносит на какой-то тренинг, где, там, типа, у тебя несколько ступеней, условно говоря, этого тренинга существует, несколько стадий развития, там, всякая такая фигня. И, там, какая-то часть тренинга, там, про то, что как ты, там, с собой взаимодействуешь, как ты сам себя ощущаешь, какой у тебя мыслительный процесс внутри, там, бла-бла-бла. Второе, как ты взаимодействуешь с другими людьми. И, в целом, тренинг был довольно прикольный, потому что он шел не в стандартном формате, как, знаешь, обычно, там, типа, флипчарт, там, типа, человек что-то рассказывает, все такие, да и бить классные вещи говорить, и все такое. Нет, он был выстроен следующим образом. У тебя стоит арка из стульев, и все люди сидят, как бы, ну, вот одной такой большой полуаркой. Угу. И тебя в течение трех дней постоянно происходят какие-то ситуации, какие-то упражнения, когда человек выходит, что-то каким-то образом взаимодействует с аркой, и арка, типа, наваливает, что она думает по поводу. То есть там очень много обратной связи у тебя, очень много тебя там либо хуесосят, либо хвалят, ну, так далее. И ты прям в живом моменте играешься с тем, как тебя считывают другие люди, и это, типа, ну, прикольный экспириенс. Вот мы проходим первый день этого тренинга, подходим к вечеру, типа... А, еще важное правило, что если... Так как, типа, игра командная, и это все про людей, про других и все такое, если хоть один член команды не выполняет задание, то считается, что вся команда проиграла. Вы все можете, типа, как угодно стараться, типа, но вот если хоть кто-то один не выполняет задание, все, типа, команда проиграла. Поэтому у тебя не было варианта, типа, ну... Ну, отказаться. Да. И, собственно, нам выдает домашнее задание. Типа, вот сначала... Сначала все выходят перед аркой, типа, и арка там потихоньку накидывает какой у тебя образ, а потом она тебе накидывает вот кто точно не ты и смотрит на твою реакцию. Типа, если в какой-то момент человек начинает корежить, типа, ему что-то как-то становится, что, типа, блядь, проститутки, блядь, там, клоуны, блядь, там, что-то такое, это запоминается. Типа, что если вот какой-то вот образ тебе неприятен, вот он запоминается. И мы сидим, то есть, условно, четверг, типа, 10 вечера, нам в 8 утра нужно быть снова тут, или, там, в 10 утра, там, во сколько-то. Мы уже заебаные, уставшие, и тренер такой, типа, ну, вот теперь домашнее задание. Вот у всех у вас есть, условно, ваш антипод, человек, который у вас, типа, ну, образ, который вам не подходит, вас бесит, там, ля-ля-ля, и вы должны за сегодняшнюю ночь подготовить полностью идеальный образ вот этого человека или вот этого, там, типажа. И завтра до места тренинга вы должны в этом образе, в 100% соответствии, добраться до места проведения тренинга на общественном транспорте. Нельзя пользоваться такси, нельзя пользоваться машиной, можно либо прийти пешком, можно либо приехать на автобусе, либо на метро. Все, три варианта. А это пятница утра. Это когда, это еще май, типа, или, по-моему, это май, да, там, типа, еще перед праздниками, когда вот именно перед праздничной суета, народу дохуища, все такое. Я прихожу домой, такой, типа, ебать, потому что, ну, на меня налепили бомжа, потому что я тогда мимо бомжей не мог пройти вообще спокойно. Не потому что, типа, фу, воняет, все такое, а я прям вот, ну, как бы ты идешь по переходу, вот валяется человек, и ты такой, типа, блядь, каким образом, нахуй, ты допустил в своей жизни такое, что ты теперь вот тут вот так лежишь. Ну, то есть, с моей точки зрения, что, типа, жизнь — это единственная ценность, которая у тебя есть, и она одна уникальная и все такое, ну, типа, нельзя, блядь, в такое скатываться. И у меня вот это коребело очень сильно. Ну и вот, типа, я прихожу домой, там, беру какие-то старые штаны, старые футболки, разрезаю их в клочья, типа, пачкаю их там, блядь, в какой-то грязи, какой-то кетчку выливаю там, типа, ну, что-то происходит. А перед этим я еще зашел, купил две литровки, по-моему, там, типа, облани, девятки, ну, какое-то, короче, крепкого пива. Хантер-хардом. Хантер-хардом. Залил в тазик, типа, положил туда эту всю одежду. Взял один кет от одной пары, отрезал от него нос, типа, взял кет от другой, вынул от него шнурки, чтобы я один шел, типа, ну, голой ногой на улицу, а второй, чтобы сваливался постоянно, типа, вырезался на жопе дырку большую, типа, на штанах. И, ну, и вот все это дело, все это замочил в пиве, с утра встаю, в душ не иду, просто там что-то на голове навожу, беру сумку икеевскую, туда выкидываю мусор, типа, что у меня будет какой-то мусор, и начинаю все это дело на себя надевать, напяливать, типа, оно воняет, оно мокрое, типа, все такое. Переодевку ты не взял с собой, да? Если нахуй надо. И, ну, и у меня сумка, типа, вот, икеевская, наполовину заполненная мусором. И я стою перед дверью, такой, типа, ебать, страшно пиздец, типа, ты прям, ты, тебе очень, ты стоишь, потеешь пульс, вся хуйня. А при этом это, там, шестнадцатый год, у меня уже, там, типа, ну, там, тысяч сто аудиторий есть, и меня уже периодически узнают на улицах. И я стою, и, блядь, трясусь, нахуй, не дай бог, меня кто-то сейчас увидит, сфоткает и все такое. Мне казалось, что все, карьера рухнет нахуй просто, типа, если меня вот кто-то таким запалит. Ну вот, я стою, типа, я тогда жил на Пионерской, мне нужно идти до метро, типа, оно открытое, там, открытая ветка, голубая. Я выхожу, такой, типа, из квартиры, такой, похуй, все, блядь, открываю дверь, закрываю дверь, блядь, поворачиваю ключ, поворачиваю голову, стоит сосед. На работу идет. В пятницу, блядь. Он просто молча... Это курсы. Он молча на меня смотрит, просто охуевший, типа, я такой, я тебе все, потом объясню, типа, сваливаю с подъезда. А ты говорил, как Стас, или как уже, как бомжи Стас? Не, я еще говорил, как Стас. А я думал, ты, я тебе все, все... Не, 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 не. Я спускаюсь с подъезда, понимаю, что у меня сумка такая полупустая, там, типа, мусора мало, типа, ну, блядь, надо добрать в помойке. Хули у нас. Помойка тут открытая, я, типа, ну, залезаю в помойку, начинаю набирать, типа, из помойки мусора себе сумку. Выходит сосед. И едет, блядь, что я стою по жопе, в помойке ковыряюсь, я такой, все, я тебе объясню, бля, пиздуй, давай, пока. Потом, ну, типа, это май, дождик прошел, что-то солнышко цветит, типа, и так далее, но я понимаю, что что-то какой-то слишком чистый все равно, поэтому взял там из лужи какой-то грязице, типа, намазался на лицо, на руки, блядь, измазал еще всю одежду, и все, и пиздую до метро. До метро идти 7 минут. Я иду и пытаюсь еще каким-то последним образом держаться за реальность, иду, ковыряюсь в айфоне. Ну, просто, типа, что я, блядь, не я такой, это я, вот, блядь, я актер, да-да-да-да. Дохожу до метро, и такой, типа, блядь, ну, все, пиздец, надо, короче, ну, надо по-нормальному, типа, все, убираю телефон, убираю все, типа, иду, блядь. А это нахуй, пятница 9 утра, типа, народу в жопа как много. Я дохожу до конца станции открытой, там, заваливаюсь на эту сумку с мусором, типа, лежу, жду поезд. Приезжает поезд, я дохожу до самого последнего вагона, знаешь, видел, наверное, как в метро, типа, иногда бомжи валяются, просто пьяные, типа, ну, да, да, да. И просто в конце вагона он валяется либо под сиденьями, либо на сиденьях еще где-то. Вот я захожу точно так же, типа, бросаю сумку в нее ебалом, бум, туда внутрь, и вот лежу. Воняю пивом при этом, очень жестко, потому что все еще, все еще мокрое, воняет этой хуйней. Я лежу, типа, в этом мешке и такой, ну, помимо того, что, типа, что ты нахуй делаешь со своей жизнью вообще в целом, еду и слушаю станции, потому что там что-то пионерское, что-то там туда-сюда. Мне нужно ехать до Киевской. Тренинг проходит на Белорусской, то есть мне нужно по голубой ветке добраться до кольца и проехать еще одну станцию по кольцу. Я лежу, слышу, что следующая, блядь, станция нахуй моя. А я все это время голову не поднимал, потому что, ну, пиздец, типа, мне очень стыдно, мне очень плохо. У меня пульс хуячит, типа, ну, 100, типа, на регулярной основе, там, или 200, я не знаю. Я поднимаю потихонечку голову и вижу, что работает. Люди раступились. Типа, там народу пиздец. Типа, все стоят вот так, но вокруг меня никого нет. Я такой, норм, нет. Встаю. Ну, там все, станция Киевская. Я поднимаюсь, блядь, открываются двери, а там, блядь, нахуй Киевская, 9 утра, там вот этот просто человека поток идет, из которой ты просто, ну, не можешь у него выйти. И я, собственно, выхожу. У меня, блядь, еще вываливается мусор из этой сумки ебучей, потому что я многого набрал, потому что я пытался затянуть процесс, типа, чтобы как можно дольше его делать. Неопытный бомж оказался, да? Да, да, да. Я мокрый, от меня воняет этой хуйней, типа, ну, а людям все равно в меня приходится упираться, потому что, ну, типа, плотно очень. Я поднимаюсь до кольца и понимаю, что, типа, ну, на кольце-то такая хуйня не прокатит, чтобы упасть, потому что ты туда в вагон тупо не зайдешь, типа. И вот, ну, ты вот... Мне пиздец, как стыдно. Я боюсь поднять глаза, мне очень плохо. Потому что это же... Это же еще, ну, время, то есть, типа, ты ждешь поезд, минуту. Ну, да. И ты стоишь, и вокруг тебя стоят люди и такие, вот что за мудак, блядь? Как он жизнь потерял свою? Ну, не то, чтобы жизнь потерял. То есть, по мне все равно видно, что я, типа, ну, блядь, слишком нормально выгляжу для бомжа, именно чисто как человек, но все равно, типа... Он уж красивый бомж. Ухоженный. Следит за собой. Типа, за лицом следит за... Я, блядь, из грязной лужи не умываюсь, только из чистой, да? Ну, типа того, да. Утру, когда грязь осядет. И, собственно, залезаю в вагон, и в вагоне уже что-то как-то... Ну, чисто от того, что мы уже все друг на друге, я начал как-то поглядывать на людей, в целом, как бы, ну, нормально. Нихуя страшного не происходит. То есть, я уже, условно говоря, полчаса на людях в этом образе, и в целом, ну, блядь, не страшно, нормально. Так. Доезжаю до Белорусской, выхожу с Белорусского вокзала, и такой, типа, ну, блядь, до тренинга еще 40 минут, идти 2 минуты, ну, там, 5 минут, условно. Типа, надо что-то делать. Пойду со своими затушу. Типа, на Белорусском вокзале вся бомжи. Да, да, да. Я что-то смотрю, а что-то нет никого. Иду к ментам. Такой, менты, где мои? Типа, где братишки? Тут они такие, не знаю, что-то нет никого. Типа, всех разогнали, типа, не знаем. Я такой, ну, ладно. Пиздую до бизнес-центра, где, собственно, идет тренинг. А тренинг, ну, он как бы, он стоит денег. Он проводится в бизнес-центре. То есть, типа, там, как бы, ну, там, серьезные, нормальные ребята там принимают участие. Пятница утра. Пятница утра, да. Я на тренинг! Все идут, блядь, вот в большой бизнес-центр, типа, ну, там, там офисное здание, все идут такие в пиджачках, блядь, с дипломатами, там, типа, шлепля, с кофе, типа, да-да-да-да. И я иду, вот это вот эта хуйня. Типа, дохожу, остается полчаса еще до тренинга, и я такой, типа, ну, блядь, солнышко светит, что-то тепло, лягу-ка я в лужу полежу, типа, заваливаюсь в лужу, лежу. Так. Бля, охуенно себя чувствую в этот момент. Уже в этот момент просто заебись, типа, ты лежишь в луже, все что-то куда-то суетятся, а тебе охуительно. Ты просто, ну, как бы, ты весь в говне, в мусоре, типа, с какой-то консервной банкой под головой лежишь в луже, и тебе просто заебись. Но ты свободен. Типа того, да. И там, я лежу, так, минут пять-семь, слышу радостный вопль, типа, поднимаю голову, бежит еще один участник тренинга, девушка, которая, знаешь, ну, там, типа, ей на тот момент, по-моему, лет 30, что-то около того. А она такая self-made woman, которая приехала, и там, из какого-то зажопья, и в Москве там сделала, там, большую сеть салонов красоты и все такое. Ну, такая ухоженная, красивая, типа, прям, статная женщина. И у нее тоже задание, что она, там, должна быть какой-то быть опойкой, там, еще какой-то. И вот, ну, бежит такое же чучело, блядь. Типа, прям, 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 такой же, она, типа, с оболонью, с какими-то, блядь, стрельбой. Я нашел своих. И она в лужу ко мне такая, охуяк, мы, блядь, вдвоем лежим в луже, заебись. Ну, и потихоньку, все начинают подтягиваться. А потом вот это видео появилось. Бомжи ебутся около бизнес-центра. Фу, блядь, и там в комментариях. Блядь, моя любимая рубрика видео трэша, это когда бомжи пиздятся. Я вам кучу раз про это рассказывал. Я обожаю драки бомжей. Господи, это всегда прекрасно. Их всегда выстрелит гравитация. Извиняюсь, что перепил, я не могу. Давай. Короче, ну и потом постепенно подтягиваются там всякие трансвеститы, проститутки и все там. У нас 30 человек в тренинге, короче. И все, блядь, там, мужики в бальных плацах. Московская богема. Да-да-да. И все, блядь, на лютом угаре. То есть и у всех одно и то же. Ты всегда, типа, изначально ебать, как сышь тебе, ебать, как стрёмно плохо, прочь, прочь. Ну и потом, короче, там, разбор ситуации, вся хуйня. И кто прям сильно пропёрся, может в этом образе обратно потом домой так же ехать. Я, естественно, так же и поехал. Везде не в этой хуйне проходил. Воняй пиво. Но, как бы, в чём суть упражнения вообще в целом? Что ты очень много в жизни, в целом, делаешь с оглядкой на какую-то картину людей, которая у тебя есть в голове. То есть ты представляешь о том, что вот, а что люди подумают, что, а как они меня видят, типа, а они осудят, а они заметят, а они не заметят, там, туда-сюда. И ты очень много чего в жизни либо делаешь, либо, наоборот, не делаешь, исходя из того, что, а что обо мне подумают, ну, о каких-то предубеждениях. Но когда ты выходишь, типа, вроде бы как, в самом хуёвом для тебя лично в тот момент образе, ты действительно понимаешь, насколько всем поебать. Похуй, да. Просто похуй. Вот, ну, типа. Да, я проходил такой же тренинг, только бесплатно, я тебе, по-моему, рассказывал, когда я первый раз в жизни покатался в Гелендвагене, я покатался в багажнике Гелендвагена. Я катался там, где надо. А, то есть, не шуточка такая? Нет, нет. Нет, у него тренинг был пожёстче, да? У меня, мне его бесплатно преподали господа из Дагестана. Так. Вот. Покатался в Гелендвагене с 0,5 регионом. Видимо, после этого пошли мемы. Какая история-то? Есть у меня товарищ. Бля, очень неохота называть фамилию. Ну, как-то. Ну, какой ты товарищ. Какой ты? Асафьев Станислав. Асафьев Станислав. Или Астафьев. Слава Астафьев, блядь, передает вам привет пламенный. Ой, Вячеслав Астафьев. Вячеслав Астафьев. Да, будет Вячеслав Астафьев. И когда ты смотришь на Вячеслава Астафьева, первое желание, которое у тебя появляется, дать ему пизды. Вот есть такие люди, на которых ты смотришь. Я когда сам первый раз познакомился с Вячеславом Астафьевым... Бля, так жалко его. На самом деле, я представляю. Что это другой человек, это не персонаж наш. Чтобы ты понимал, однажды Вячеслав Астафьев разнимал драку, да, просто на мирном. И вся драка отпиздила Вячеслава Астафьевна. Нет, пацаны, не надо пиздиться, а в этот момент очень большой мужик закидывал удар и проломил ему череп. Ему титановую пластину в голову вставляли, потому что у него черепуха немного треснула. И вот мы с Вячеславом Астафьевым заходим в клуб. Бля, охуенно. И встречаемся глазами с большими бородатыми, шерстяными, уверенными ребятами. Какое первое желание у них возникает? Дать Вячеславу Астафьеву пизды. Просто на ровном месте? Просто на ровном месте. Ну, типа... О! Оно! Замес был из-за разряда, ты хули так посмотрел. На него, я говорю, бля, пацаны, успокойтесь, и тут мне прилетает. Происходит драка, я говорю, давай охуели, типа, ну там, когда ты на страхе, да я сейчас, блядь, своих позову, он говорит, позовешь, тебя выводят, пиздят еще, охранники на это смотрят, тебя грузят в гелик. И везут в район Пушкина. Экспофорум, представляешь, где... Я Пушкина представляю, где это, но там, наверное, раньше Пушкина было не очень. Экспофорум, представляешь, где? Вот экспофорум, где автовыставки происходят. Вот тогда нихуя не было. Тогда там было поле, Гелендваген, четыре Дага и мы вдвоем. Не Дага, я не знаю, ребята были большие шостяные, 0,5 регион. Нас пиздят еще в поле. Ну, пиздят хорошо так, от души. На ровном месте нам объясняют, что мы, блядь, конченые, нахуй, пиздят нас. И в какой-то момент этим ребятам приходят гениальные деньги, говорят, ты раздевайся. Так называемая база. Я такой, нет, блядь. И, ну, когда тебя пиздят трое и раздевает один, ты сильно ничего сделать не можешь. Так. В итоге из вещей нам оставляют носки. Один. Каждому. А нахуй? Да. Так. Я нахожусь в Купчино. Ой, блядь, в Купчино. Я нахожусь в Пушкине. Ближайшее место, куда я могу дойти, это дом. Дом находится в Купчино. Это, блядь, ну, наприклад. Довольно далековато. 15 километров примерно, может, 20 километров. Я не помню. Время... 5, 6, не помню, светало. Светало. Да, у меня было два пропущенных, я видел так себе. То есть я чисто на широкоформатом виделся вот так вот. Там еще, блядь. Женюшка, я тебя прям перебью, прикинь. Так. Вот при помощи этой ситуации вы были российскими Red Hot Chili Peppers. По сути, да. Они же на какой-то из концертов, они же реально в какой-то там библиотеке американской выходили только в одном носке на пеннисе. Да, да, да. На пеннисе. Тогда еще же чудаки были, они же тоже с одним носком на пеннисе бегали. Поэтому, ну... Пеннис. Какое смешное слово. Типа, на самом деле, они нам не оставили носки, я попросил носок, дайте. Дай хотя бы носок. Хозяин дал Добби носок. Что? Я ничего. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен. Пока мы шли по полям, все было нормально. А, и ты сейчас, наверное, порадовался, что в тот момент еще не были модны следки, вот эти вот маленькие носочки, что вылочили носок как носок, блядь. Нет, я... Я, на самом деле, загрустил, тогда бы не спадало. А можно вопрос? А носок какого цвета был? Мне вот интересно, черный или все-таки белый? Такой советский носок, представляешься, серый. Хтонь. Хтонь. Ты так, типа, нацепил, да? Наслощенный, ахтонь. Когда вот это ты бобра не брил и заблюрили, вот примерно так же выглядело с трех метров. Так. Мы идем. И когда мы заходим внутрь кадра... С другой стороны, если бы ты знал, что бы тебя используют так же, блядь, ты бы тоже выглядел как хтонь. Да? Да. Ну, типа, я отпизженный, мы пытаемся тачки остановить, у меня, блядь, в крови, ну, прикинь, я в крови нахую носок. Естественно, кто остановился? Никто, блядь. Типа, меня радует, что в тот момент не так много было телефонов, которые могли нормально снимать. Если бы меня показали, я сказал, блядь, я точно не вот этот Тетрис. Это, блядь, был не я. Это был не я. Да. И мы, короче, когда заходим внутрь города, блядь, спальник, там девятиэтажки, шестнадцатиэтажки, люди начинают идти там то ли на работу, то есть как на зло детский утренник. Блядь. Напомни это, пожалуйста, я расскажу. Я, короче, мы перебежками, блядь, по кустам. И в какой-то момент прямо перед моим домом самый главный квест. Проспект Славы. Там есть напротив парк афганцев, в парке афганцев, блядь, три куста, нахуй, которые в другом конце, блядь. Теперь-то проспект Славы, Евгения Зимина, да? Да, перекресток Бухарестка и Славы. Те, кто живут в Питере, те понимают. То есть там еще клубешники, такие люди вываливаются, а я понимаю, что до этого, если я там по кустам вдоль домов как-то, ну, там типа что-то избегал. Бля, я просто себе представил. Вот этот голый ниндзи идет такой. Да. Еще под звук из розовой пантемы. Та-дун. 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 Самое смешное, что я был с Вячеславом Остафьевым. Нас было двое, благо у нас на двоих было два носка. Это нас сильно радовало. Не хочешь в документалке такой скетч сделать? Я подумаю, я знаю, кого позвать. Да, мне в целом не впервой. И нам нужно перебежать эту поляну. То есть мы сидим на туре там, ну, типа так, там вот эти кусты, которые были, мы типа за ними так стоим, у нас чисто жопу видно, голую и все. Мы такие, ну, бля, ебало не видно, значит спрятался. И мы такие думаем, бля, как перебежать, как перебежать. В итоге мы не нашли ничего лучше, чем просто на зеленый свет с серьезными ебалами переходить проспект Славы. Мы переходим, время типа уже часов в 12, ближе к часу дня. То есть вы там типа 6 часов добираетесь до дома таким. 15 километров идти. А походка уверенная была, как у доктора ли все? Что такое ром? Носок вот так болтался, типа от движения ног. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, блядь, слушай, я, честно говоря, не наблюдал за носком. Грудь колесом. Да. Мы заходим домой, и нас встречает мать. Антока, что случилось? Я говорю, мама, я высплюсь и все расскажу. У меня просто разбитое нахуй лицо. И я с товарищем голый с носками. Засыпаем в одной кровати. Мама после этого не задавала повторно этот вопрос. Видимо, было дискомфортно к нему возвращаться. Давай твою историю. Да, ты просил на попу. А, про этот. Детский утренник. Про детский утренник, да. Мы снимаем Францию. Вы смотрели Францию? Да. Помните там Стасия Жапьян? Стасия Жапьян. И там было очень много шуток про педофилию. Дать мужику мальчика в гараж отличная идея. Мне тоже одного вина. Никаких шуток про педофилию. Только чистый детский с... И вот мы... Мы снимали, короче, ну... Не вышел из образа, да. Мы снимали в живых локациях. Мы обычно персонажей снимаем там на зеленке, чтобы потом смешных фонов поставить. Вы решили про педофилов, но в живых локациях в детском саду решили снять или как? Нет. Мы снимали на электрозаводе. Электрозавод, вы знаете, что это такое? Ты даже знаешь, что такое электрозавод. Поясняю для нормальных, адекватных людей. Электрозавод — это старый, большой, заброшенный советский завод, где сделали огромное количество студий. Ну, в смысле, вот где снимают фотографы, фотографии, типа, где снимают видосики, плюс там прокаты оборудования. Короче, чисто вот, ну, типа, такая творческая движуха. И у нас было забронировано какое-то количество студий, и нам нужно было перемещаться по ходу дня, что мы сейчас вот на этом фоне там отсняли какое-то количество миниатюр потом, там снимали и так далее. Я иду, блядь, заебанный в усмерти. Это ебучий декабрь. Мне очень плохо. Я только что там, типа, что-то болел, типа, вот так писал сценарий, прочее, прочее. Ну, плюс ты еще, типа, жопьена отыгрываешь. И мы вот там, типа, шутим про вот всю эту хуйню, и я выхожу из студии, мы переезжаем в другую студию, а в соседней студии ее сняли по то, чтобы провести там детский утренник. А ты в жопьене, как бы. А я в жопьене, ну, вот я в образе, типа. Я выхожу такой оттуда, блядь. О, детишки. И, ну, как бы, а там, ну, елка детская, типа, играет музыка, и стоит мама какая-то, вот эта вот мама, вот, сука, английского ангелочка, вот эта вот, которая самая главная, знаешь, на, не корпоративе, блядь, а как у них эти праздники называются. Она меня видит, взрослый нахуй человек, тридцатипятилетний или, там, тридцатилетний. И такая, Дашенька, Дашенька, тут смотри, иди фоткаться. Типа, выходит Дашенька пятилетняя, четырех лет, какая-то, ну, маленькая Даша. Стою я в ахуе абсолютно в жопьене, типа, во всей этой хуйне. И Дашенька видит, ааа, что-то, что-то там, то ли клоун, то ли, что-то такое кричит. И весь отрой, нахуй, детей из этой оттуда бежит фоткаться со мной. Где-то у пятилетних детей. Меня окружают, нахуй, десять мамаш, пятнадцать, нахуй, вот таких вот маленьких пиздюков и начинают фоткать. Если вы слишком медленно шевелите своими жопками, то они у вас в опасности. У меня есть фотки. То есть, у кого-то на телефонах, у родителей. Да, да, есть фотографии их детей с жопьеном, блядь. Сзади стоит, умирает, нахуй, продакшн, а не просто, они, блядь, ну, типа, ты же не объяснишь людям очень быстро, что, нахуй, происходит. Не объяснишь. И проще сфоткаться. Да, и ты просто, ну, типа, ты проще сфоткаться. Да, это помнишь, когда мы с тобой в Казани были и я что-то немного выпил, и меня понесло на наши истории. Ну, вот эти вот веселые истории. А ты, по-моему, тогда ушел. Мы сидим, и что-то к нам сначала официант подошел и сделал замечание. Типа, ребят, давайте потише. Второй раз сделал потише. Третий раз мамаша какая-то не выдержала. Блядь, а я такую мерзкую историю рассказал. Просто мерзотную. Просто вау, да. Вот прям, ну, я был в ударе. То есть, про гелик это был лайт. То есть, там, ну, прям трэш какой-то. Там было прям плохо. То есть, история была прям очень хуевая. Да, это история, и он очень громко с матом, типа, с говно, говно. И срой я ей в рот. Типа, вот, ну, о, я нашел. Скинешь нам, у нас телеграм-канал станет. Блядь! Блядь! Они радостные все! Они не знают, что их... На мое лицо посмотри, блядь, там. Они не знают, что этот дядя их отъебет. Слушай, ну, там две близняшки, они что-то не очень радостные. Походу, они уже что-то знают. Посмотри на них. Да-да-да. Так я скину просто, потом на монтаж подкинешь, да и все. Ну, блядь, давай. Мы в телегу эксклюзивчик зальем. Блядь, я просто усыпаюсь. Они же радостные. А там мамы довольные, пиздец, просто, да-да-да. Аниматор пришел. Аниматор. Вот он даже, руки, блядь, вон мамаши, типа, видишь? Охуеть! Офигенно! Раз, два, три! Офигенно! Бля, прикинь, вот прикинь, вот какова вероятность, то, что во вселенной чисто случайно муж этой жены такой, о, у Стаса вышла документалка. И они смотрят, она такая, ёп твою мать. Это, блядь, это очень сложно. Это как знаменитое видео про безе. Ася, прости меня, я сама не посмотрела, ёбаный врод, я разослала вообще, и тети свои 70-летние, ну, бля, сейчас я ему въебу за этот прикол, капец. Не видели? Да вот, погоди, перебили его историю, типа, что мы в ресторане сидим, он рассказывает мерзотную историю, а, да, я прям вот, ну, грязь рассказываю, ну, а мы еще бухие, мы орем, блядь, на весь ресторан, но ты ж помнишь, мы обычно, когда бухие, мы как гиена, и он говорит, можете, пожалуйста, прекратить? Я такой, что такое, оборачиваюсь назад, а сзади сидит целая толпа детей, которые приехали на соревнования по бальным танцам, они все в этих костюмах, вот эти пингвинчики, девочки-одуванчики, а я не помню, там что-то вот было связано с жопой, с хуями, ну, прям мерзость, просто мерзость, которую детские уши... Отборная, типа, не то, что он тут на подкастах и рассказывает, там прям отборная жесть, которая на камеры, блядь, не рассказывает. Нельзя, нельзя. Это там прям, ну, отборная. У меня подобная история произошла. Так, погоди, это же не конец истории. А, это не конец? Чем закончилось, я не помню. А как ты с ней в самолете потом летел? А-а-а! Мы садимся в самолет, и она такая... И она просто, вот сижу я, и вот сидит, ну, проход, и вот сидит она с этими детьми, или она прям со мной сидела, я не помню, я такой... Я еще с Тасу там одну историю, там один персонаж был, очень интересный, я ему накидываю историю, говорю, не ожидал, что такие люди летают в экономе, типа мы поржали еще с этой историей, как бы. А, и у меня там же прям веселый полет был. Нет, она точно сидела напротив с детьми, то есть я ее так палил, она палила меня, она видела, что мне стыдно, она признала мой стыд. И мне везет, я всегда, когда куда-нибудь сажусь там в самолет, еще чуть-чуть, я попадаю в экшн, то есть я прям вот, видимо... Ты по жизни в целом всегда попадаешь в экшн. Да, однажды я ехал в Сапсане, и какой-то, я не знаю, а-ля генерал нажрался и предлагал всех закрыть, то есть я думал... Я вас всех закрою! Он сначала предлагал всех закрыть, потом чуть ли не плакал, как бы, а причем, что самое смешное, в этот момент я еду, что-то там, ну, с женщиной разговаривались, напротив сидит взрослая женщина. Они не хотят закрываться! Да-да-да-да-да. И что-то мы там слово за слово, такая, чем занимаешься, она типа агент по недвижимости, мы что-то, я говорю, да у меня там автосервисы, я там по автосервисам туда-сюда, она говорит, ой, а у меня типа дочь в этой тематике, как бы, только она там на YouTube снимает, я говорю, о, а кто? Оказалось, мама Мани. И мы едем с мамой Мани, и напротив, там вот этот мужик типа исполняет, ну, я, мое почтение, мама Мани так достойно держалась, то есть он порой какие-то вещи некорректные в ее сторону пытался отпустить, я думал, сейчас спешусь, она ему так вот, ну, словами леща накидывала, он просто затыкался, такой, знаешь, обнял себя и такой, ладно, ладно, в следующий раз закрою. Так вот, я лечу в самолете, и получается, я Стасу прям пишу, говорю, бля, у меня дом 2, дом 2, короче, у меня, я слышу, как спереди, а, нет, там, получается, ну, узкие же проходы, что, потерла переписку с этим пидорасом, я тебя, блядь, все равно застукаю. Сидит с женой просто вот рядом, вдвоем. Да, 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 и он типа пытается, нет, нет, что ты, что ты, что ты, не знаю, Юра, Юра, что ты, что ты, и справа от меня, чувак с телкой так ругается, думаю, бля, он ей сейчас щелкнет, если он ей щелкнет, то придется мне ему щелкнуть, то есть я такой, блядь, вот это эпицентр. И я был вынужден его избить. Да, эта женщина вокруг смотрит, такая думает, блядь, в целом, наверное, я был не таким и плохим завершением вечера. Да. Блин, всегда такие ситуации происходят, я вот по себе как раз хотел сказать. Я после этого всегда в Сапсане катаюсь, в вагоне, называется вагон без строя, всегда жду, когда там кто-то нажрется и начнет что-то исполнять. Бля, последние разы не везет. Не нажираются? Исполняешь ты просто, типа, ты не помнишь. Не, последний раз я был вынужден ехать бизнесом, потому что не было других мест. Был вынужден царь, знаете ли, ехать бизнесом. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи, то, делай сюда, царь во дворца. Да, какая, блядь, в четыре раза разница по цене, блядь, никакой разницы по комфорту. Ну, алкоголь тебе наливают. Я не разу не ездил, собственно, в бизнес. А это то же самое, только сиденье кожаное, все. Да, и чуть побольше пространства под ноги. Ну, блядь, я понял, это как я в Рязани, Москва езжу, там вот есть, блядь, есть 800 рублей, это второй класс, а есть первый класс, это 950. Так. Ну, вот, сиденье. Сиденье. А. То есть, грубо говоря, за 800 рублей, там вроде обычное сиденье, а за 950, у тебя есть вот такая штучка под голову, чтобы ты мог... Так вот, я еду, короче, а перед нами сидят четыре бабушки. То есть, это уже не взрослые, это прям бабушки. И они что-то накатывают, 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 и хуяк они начинают расфлексиваться под Надежду Кадышева. Такие, типа, блядь, что-то наваливают. Эй-эй, ха-хай. И я так задумался, блядь, в какой-то момент я в детстве слушал металюгу, и по-любому в старости я буду отрываться под металюгу. И, наверное, на меня так же будут смотреть, как на бабку, которая слушает Надежду Кадышева, и они там что-то, эй-эй-эй, ну, бабушки прям реально упакованные были. Да, Саур. Ебать, что вспомнил. Да, слова, слова, блядь, нахуй не надо. Я только буквально сегодня слушаю слова. I'm looking for us through the glass. Да, в том числе, да. Извините, не могу прерывать метра. Извините. Рубрика караоке от Алексея Николаевича. метр Ютуба мы знаем, кто по пене. Лучший, лучший певец вообще в истории человечества. Певец, психолог, психолог, соблазнитель женщин. Бизнес-консультант. Бизнес-консультант. Я понял, как вы назвали все регалии, только один человек. Сверхчеловек. Да. По Da Vinci. У него Da Vinci брал коуч, и после этого сделал многие вещи. Да, да. Типа вот эти самолеты, это все. Да, да, я понимаю. Канал Ковры Джорджа. Великолепен. Ковры Джорджа. Да. Человек, который не выбривал монобровь, сказал ей просто раздвинуться, он как Моисей среди бровей, да? Да не, Ковры Джорджа, это, в смысле, типа там лежат, где Жора делает каверы на песни и поет в караоке, поэтому ковры... Ладно, есть у меня история. Как-то я был в Краснодаре с гусем, и я то ли списался с тобой, то ли с Серегой Семеновым, и я сидел и закидывал песни, чтобы он пел там, он мне пел любые опера. Со мной, со мной, со мной. С тобой, да? И что-то еще мы с тобой сидели, накидывали, такие, э-э-э-э, что-то моя игра, я его просил. Мы там, мы под левыми именами кидали донаты. Да. И он пел нам. А, Джорджу? Да. И мы с ним плянули, как мы играли в нас. Я просто, я сидел, умирал, мы с гусем еще сидим, жрем какой-то, ну вот эту греческую жрачку, еще про лень переписываюсь со Стасом, и я стяжу такой, мы просто, мы умираем. Да, я чувствовал себя тогда кукловодом, который управляет этим миром. Бля, я чувствовал себя... Это, знаешь, это с одной стороны очень плохо, но это такой guilty pleasure. Просто... Я так хотел послушать. Реально, как Джордж поет вот любые опера там. Да, да, да. На спящий гору. Он еще... Он, блядь... Ты не видел эту хуйню? Нет. Ты не раз? Нет, подожди. Срочно покажи. Нет, стоп. Ничего не говори. В какой-то момент, когда пошел господин Кринги на тему великого и прекрасного, да, мне Стас тогда рассказывает, а я в какой-то момент с ним общался. То есть не могу сказать, что мы прям тесно общались, да, но мы там по переписке, грубо говоря, общались, мне когда рассказывают, что происходит, то есть, ну, как бы мне было довольно жалко человека на эту тему. Да, да, да. А я, кстати, на самом деле... Об этом, ну, типа, в этом guilty pleasure. Это с одной стороны, типа, бесконечное уважение о Жоре в целом, ну, охуенный автор. Это Дед, Дед один из основателей. Ну, просто... Ну, он... Ну, самое главное... Да просто посмотри на это. Я надеюсь, я надеюсь, он кайфует от этого, вот от этих соблазнений, от песен. Блядь. Это монтаж, понятно? Где взять эти курсы? А ты помнишь, какой у него основной посыл был? Он же создавал канал с каверами, чтобы потом трахать девок. Чужора только не создавал, чтобы трахать девок. Погоди, я дождусь припева просто. Я думаю, мы на этом как раз и будем заканчивать подкаст. Да-да, мы можем просто оставить это. забуду голос твой и от той любви земной, что нас сжигало вправь. Там еще видеоряд такой. Не-не-не, это подложили. А. Это подложили. Давайте просто расходиться. Стас, оставь его у одного просто на телефоне. А как, блядь, я не знаю, положи микрофон на бок, пизду. Все, пойдем. Все, пойдем. Я свободен наяву не во сне.